вы слышите за дверью какие-то голоса около которой стоите да вот за этой скрытие кто из вас у кого из вас есть целестиал меня может быть у меня тоже но я не уверен еще на этот счет вот значит а басар кстати а викторию человек или осимар он осимар нет вы бы человекоподобно асимар не 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 витой витарию как раз по полную полностью осимар это у нас кто-то у нас арку это аркуется у нас тифлик человек так или иначе значит а викторию так и рак него басар они слышат какие-то отдаленные голоса такие песклявые очень высокого тона и как странно там речь идет на это на на это что такое идет звук этих голосов судя по всему это именно целестиал небесный язык но правда как-то очень странно он звучит такое ощущение что идет какой-то диалог да но слов по разобрать не получается хорошо мы просьба остановить как раз на том что викторию бы да и так викторию что делает открывает дверь я думаю да сейчас вам хотя бы даже виталия уже здесь за него не надо ходить он сам сходит да собственно переглянувшись со всеми остальными я так понял какие-то звуки речи мы слышали из-за двери но да я просто уточнил что на какого именно как на каком языке они именно были что же значит ты открываешь дверь не на секунду забыл сказать басару и айрис на всякий случай в сторону идите в какую сторону просто чтобы не на напрямую на проходе стоять потому что никого нет хорошо и делаю первые шаги вперед ну чтож и так но собственно я скажу что видно сквозь дверь под доли стен на комнаты стоят стеллажи но скорее их покосившиеся острова да что полки все с какой-то остервенелой методичностью переломаны и вплоть до того что местами превращены в степ в щепке это содержимое свалено в кучу этого помещения и она как будто бы делает его меньше съедая свободное место чего именно было вот с режима полок понять довольно сложно там всякие изорванные тряпки деревянные и каменные обломки куски бесформенного железа но приковывает внимание в этой горе даже не то чего она состоит а то что размещено на ней а именно два обезглавленных покрытых и запекшиеся крови тела положенных друг на друга в похабной позе да и по покрывающим их остатков доспехов сложно узнать крестоносцев более того на обрывке плаща сохранился кусок изображения рассветного мяча ну и символ это символа я меняет да и просто не расслышал ну что ну да и так на кирпорт пока этот научный историю или реликшен history можно кинуть до истории или религию не зря себе эту историю качал о о о первый раз такое вижу нет и и и и и и то кто нибудь еще кидать будет я не зашел бы я мечула можно но у вас вот эта горка видна дед уголк хотя если вот так станут я могу уголок виден там да как-то не особо хорошо сейчас ну что ж до пожалуй только лет понимал только лес понимает что это реликвии первого крестового похода не магические предметы но скорее исторические всякие стяги табарды пейзажи портреты ордена медали элементы доспехов и похоже что их восстановить невозможно без помощи очень сильной магии потому что их разбили на слишком большое количество фрагментов там который не слишком сильно разрушена птичку грубые разломы и ткани очистите в пункте нистошные и прописанные или залепаны кровью я собственно я кажется видел этих двоих сарщурица глядя на тела ну чтож и вот когда он только повторяет и говорит это у вошедшего он наконец это получается от от ну шуткого этого жуткого зрелище посреди комнаты и увидите две сгорбленные фигуры которые стоят на противоположной стороне и обе протягивают вашу сторону руку но у каждой одну руку с каким-то округлым предметом зажатым на ней в нем 1 привет похож на шар другой на ведро и после этого со стороны этих фигур создается на такой резкий на очень высоком тоне звук речи которую как-то непривычное и неприятно слышать в подобном месте и выникает ощущение неправильности того что язык звучит из-за уст этих существ и так у нас ответил знают басар и векторию но собственно на этих двоих я тоже где-то видел вот то есть я них будто бы ведут с собой диалог и так будто бы используют в качестве это игрушек или кукол вот эти самые предметы как будто те двое при а не переговор а в общем эти два уродца используют обезглавленные тела как то это да похоже и вот с последними словами которые готовятся на пасть да с последними словами с воплем это на целях теалия привет ну или непонятным и с другим словом эти существа кидают эти предметы в собственно вошедшего викторию и это во первых инициатива так а во вторых викторию и в принципе те кто стоит около дороги видит что один из предметов это голова с выпущенными от ужаса глазами а другое это шлемы из которого тошки добровых головы собственно викторию оди даже под ноги не попадают черни не нравится как мы броски начинаются на этой сессии а у меня а что все идет хорошо ну что ж и первым шаг викторио так что здесь они стоят в глубине помещения но здесь я бы сказал что это сложный террель потому что все заваленным осколками головое величие крестового похода хорошо виктория перехватывая глифу на двуручный длинный хват делает некоторый стрейф вот сюда освобождая на всякий случай проход если кто-то из сопартийцев захочет также залезть например тот же аркутс он перехватывает глифу на вручный хват и готовится встречать этих демонов что называется лицом к лицу заготавливая атаку как только подойдет какое-то существо в радиус досягаемости будет получать 9 действий не хватит так это же стандартная мув на перехват мув на движение на 10 футов а там перехват за мув делается надо посмотреть не но это смена я просто к тому что хотел заявить что изначально как бы сразу на такую двуручную хлад окей я в этом плане имел ввиду так что я предполагал так что мы вам передвигаюсь сюда и за стандарт заготавливаю атаку что если кто-то подходит хорошо так айрис айрис вообще не понимает что там происходит басар только что сказал они готовятся отплать да но я из с ее позиции видно только одного это плохо а еще ты видела что только что чем-то швырнули керри давай сама решаешь что делать и что понятное персонажу но вот с той позиции где стоит айрис хорошо вот она сделает видно что в комнате что-то валяется груду всякого вот этот темно-зеленое это типа мусор я просто почему-то все зеленое зеленым цветом обозначен а я вот не знаю почему она зеленым цветом обозначена скорее всего аура меза это как будто какая-то аура потому что сбоку есть кусок розового да это от лерт поэтому чтобы так сказать вот грубо говоря это как раз радиус меня а понятно то есть вот тем темно на полу это мусор так а ну собственно вот если ты имеешь ввиду вот темно вот это да да вот здесь собственно говоря описанная гора мусора с это с телами на ней а мусор который темный он не мешает стрелять или мешает нет не мешает это сложная сложная как бы передвигаться по нему сложно а вот именно не дает я могу стать куда-то вот сюда возле двери сбоку у тебя скорость какая 30 30 до у меня нет перевесок да я думаю можешь и тогда у того который слева ничего не закрывает или что-то закрывает нет я думаю по нему может спокойно стрелять там еще полки какие-то сбоку но я не буду считать это за это за укрытие хорошо тогда сначала попробуем пробить их из арбалета они вообще как выглядит просто темные фигуры в плащах или в чем а так ну а не выглядит как это как сейчас уже знакомо это вам красоподобные те красоподобные да да и вы с ними сражались в этом а в храме сражались у этого торговца одежды сражались ну тогда я буду стрелять из них по ним болтом с этим железом холодным железом понятно да но крит это не подтвердило по какому по-левому до по-левому который напротив меня сразу то что правом будет кавер за кучу до крит это не подтвердила но полт воткнулся у него и он так это немного дернулся бассар бассар шагает в комнату и встав рядом с айрис уже стреляет левого вытащив из тула стрелу укрепленного химическим клеем ну да flatfoot ты попадаешь то есть и даже 30 футов так что до бассар попадает так и так на самом деле попадает и это 6 урона стрела втыкается рядом с арбалетным болтом айрис это но тот уже глубже этот шипит и как раз поднимает руки над головой и вы слышите на уже на другом языке на кумане что это жалкие людишки сейчас мы посмеемся как вы будете бегать поэтому это как вы будете пушить и бежать от нас и собственно так в бассар просто бил сейф и айрис уже закончилась что защита от зла уже закончилась ну конечно на минуту действует да я думаю что она закончилась вы довольно приличное время пробыли в это в помещении так но значит вы оба шейкен на один раунд что вам становится неуютно и невольно в голову улезут мысли о том что с вами делают эти мерзкие существа и если им удастся это убедить вас так на аркутсо я думаю что он он не будет это особо церемониться а просто подойдет но ударить он уже не успеет бримстоун что я тогда тоже то она разверенной тем что увидел в этом помещении он решит я думаю их просто нахрен порубить да тогда я собственно тоже я подойду увижу что здесь происходит и буду разъярен происходящим я только попробую в этот раз запустить книгу вот в этого товарища у меня еще еще есть этих запас этих атак книгой вот и брошу в него потому что бросать книгу в противник аркутцева будут штрафы так поехали я кликну ну дайте ему подумать а может быть имеет смысл отключить всякие пафосные цветные кубы динамические ни в коем случае тогда изберись да эти цветные кубы это неотделимая часть ооо это прошло так precise track не считается эээ ну что ж да когда книга влетает одному из них прямо в лоб и почти отбрасывает его на пол лерт а что за ура у лерта я уже забыл ну не совсем а вот именно радиус шел дозра так как остальные тут лопатились комнату тонк раз тоже перейдет тогда наверное туда же так ну и все первый раунд а викторио вы как вводите в ком секунду когда вы входите в комнату вы понимаете что этот стран это тогда вот пропахло то есть это смесь тряпья и крови она вот такой неприятный бедный запах и в воздухе чуть какие-то ароматы к нельцы вопрос такой я в принципе могу вот так вот пройти ну это будет и то и то сложная ну не в любом случае это пока не очень принципиально витарио собственно огибает эту кучу мусора кучу реликвий который как когда который когда-то было было реликвиями яростно тычет в того демона которого уже такого бреймстоун который правый тычет свои глифы персишен дамаг он у тебя идет за эти с ваш баклерские обилки если у меня есть хотя бы один у меня пока два так ну что ж это клефа прочерчивает широкую это не широкая длинную длинную черту его груди да и вокруг этой черты на из этой черты начинает это вниз быстро течь кровь да они оказались явно вне своих и своей весовой категории айрис так ну а ресторану ничего сделать не может быть если она шейкин и почему это шейкин это вроде только минус 2 или сколько там на это минус 2 на атаке а то есть можно достать палочку и запулить все эти да вполне шейкин слава богу это не называет это хорошо тогда стоит палочку которая более крутая пока и пока мне еще есть заряды и того демона в котором нужно стрелял упляют если у него резисты не помню сейчас мне на кого-то были резисты я помню что у этих как в суде потому как действует заклинание им не повезло да и да ты не чувствуешь что какое-то сопоявление эти снаряды встречают и ты в этого которого виктори убил или в какого нет которого которому аркутсо подошел которого я уже немножечко пробила мерзкие демоны вас вам не удастся нас запугать судя по выражению морда самих демонов возможно они это уже поняли пасар хорошие слова басар видя что айрис не поддалась страху пытается справиться со слегка подрагивающими руками делать несколько шагов вперед и на ходу натягивать тетиву стреляет того демона которого ранил викторио который справа тоже химическое крепкости вот я думаю тебя там будет халди минус 2 уже учтен нет я про кавер что наверное поверку угла тут зависит от того как помешают и стеллажи я вот этого осмотрю но на самом деле стеллажи они так уверенно мешают . вы скорее всего будет но что с характерно с этим с плюсами своими ты в него попадаешь все равно отлично слегка церапу видимо не получила что натянуть дорогущих рук до или это очень много рука дрогнула и просто я стрела принесла тебя запара царапов ему лицо и так один яростно набрасывается на аркутсо это пытаясь его из царапать а потом еще и загрызть ну и как тебе у него даже получается цепануть аркутсо поднимает руки и начинает что-то к приносить какое-то заклинание так соответственно это будет у него концентрацию должен быть кидать но если он произносится лишь по идее по порту еще пробиваю где-то он это он ими дает дефенсив кастинг делает сколько пробили что и там кто-то вроде по аркутсо ударил или как ну так да ему досталось что у него так теперь это из руки немного кровь стекает но он не выглядит так что вот в том на витарию и вроде на аркутсо было нужно получаю дозор ты миша и дура попала радурам что ли да а тогда тогда 5 урона да соответственно получается что 3 ему 2 тебе да а вот так хорошо и концентрация кэри напомнишь 15 плюс двойной круг заклинания нет витари может пробить а порта нет 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 а порты нету в любом случае провал концентрации он просто теряет слот а просто терять это вы видите что он это поднимает руки и начинает это взывать так песня но у него так это искажает лицо еще больше яркий чем оно было так аркутсо не это не распышляет долго рубит с кемитаром но безуспешно так это нет сначала он тогда и тогда изучает цель домов потом рубит но все равно не попадает брим 100 ну блин самая со словами сама ваши темные покровители покинули вас пора вам познакомиться с моим и он сам еще раз раскрутит книгу и бросить ее еще раз в того же демона так пенька отключился в этого с моим темным покровителем хлопает глазами басар с моим покровителем несмотря на подкулку под руку что бима цели книги не промахивается но скорее так это бьет его в плечо чуть отбрасывая его на стенку и стеллажи но не нас и я думаю да все муракшина нет это я пока становишь так хорошо лет спел резистому тут выясни у них нету да но как-то дым у них по идее тоже есть но я так скажу что своими знаниями ты знаешь что практически у всех демонов есть д.р. просто у младших вот наподобие этих да он может быть слабенький и к так уже холодному железу только да у тех кто посильнее там еще к добру может прибавляться они уже как-то вылет побитыми сильно нам ну да 1 я даже так скажу что вот это последнем издыхание а этот так хорошо поранен следующую тогда подходит вот так и в общем то так сказать старается немножко дать больше спокойствия так сказать и что же бассаж чувствует что вот этот страх у него совсем отступает и даже как-то это чувствует что уверенность присутствует и слов патрон говорит в сходе заклинания торио но собственно виттарио доделывает то что он начал с несколькими секундами назад пытается добить правого демона но вы до промахивания на так так чё такого еще сделать ну ладно пока остаюсь на месте а я смогу разделять ракета в magic missile они достаточно близко стоят друг к другу да они достаточно близко там по моему там вообще можно цели выбирать в пределах радиуса 15 футов по моему они должны стоять да они в любом случае здесь это помещение но такое не особо большое а я должна заявлять какие ракеты куда полетят до того как ну бросок урон урона да грубляю что по того 2 в другого одну ну вот тогда я хочу в более побитого одну а в которой менее побитые 2 хорошо так можно заявить да можно и тогда еще раз достать палочку значит в который более менее побитые в него прилетает 5 урона которые менее 3 но они оба еще держатся на ногах и скотина до басара басар ощущая вдохновение так и так баса делает шажочек вперед и либо от витарио либо так и используя дарованную летом дарованы летом спокойствия пытаются выстрелить вы уже почти добитого демона что же и стрела прямо в лоб об демону пробивая его щит и тряпья и вонючий путем так увидев это другой день это за наших товарищей ребят набрасывается это что он в моей руке так это руки других здесь и ох набрасывается на аркутсу и наносит ему 63 урона соответственно три урона и один урон идут вместе так и это аркутсу яростным ударом это разрубает это как там это как я хочу это сделать он яростным ударом ски витара разрубает череп этому демону и тут падает на землю отлично в этот момент в этом помещении наступает тишина что больше не оскверняет твои мерзкими голосами эти отрудия бездны эту некогда хранилище реликвий и вы можете уже более спокойно осмотреться или что нибудь еще сделать двери оттуда там нет это замком помещения нет это было специально помещение которое судя по всему хранили реликвий чтобы туда могли прийти люди посмотреть на них там ничего целого вообще не осталось демона и очень параметры сэпшен я просто рис будет искать что то что можно отсюда забрать чтобы она не досталась демона аналогично ну чтож я скажу так так что здесь практически все это из из коверка на вы можете просто раз разломана в хлам вплоть до того что на стенах которые между прочим каменные местами есть такие вмятины от какого-то явно ребристого оружия и осмотревшись вы замечаете собственно прислоненный к стенке маркенштерн но маник стар которым судя потому что на нем лишь как раз вот эти следы крови и кусочки стали на нем как раз им как раз все это и громили и вы замечаете что похоже им же и ломали доспехи рыцарей что каждый из них между прочим было в фулл плейтах но сейчас в них сложно эти фулл плейты узнать потому что они переломаны до такой степени что их проще перековать заново чем отремонтировать они покрыты мятинами трещинами проломами и я думаю что если вы киньте интеллект ну киньте кстати интеллект там будет 10 дц я брошу интеллект но вы тоже помнишь что все эти именно flat чеки они бросаются вот так вот видишь так или иначе я думаю что тем из вас кто сталкивался в со сражениями но кто был боях это имеет какой-то по его опыт ну или тем кто прокинул интеллект очевидно собственно этим малькенстерном и ломали ну по-моему это и без я не бед ли такой потребуется я помню этих ребят они в сердце защитника очень очень просили послать экспедицию спасать великвии и медей из вот а увы господи и ребят были другие приоритеты и перекатывает тела в сторону чтобы они уже лежали не в такой издевательской позе я сам откладываю их в этой уважительной позиции и читаю над ними короткую молитву перед за упокой надеюсь что приглядывая заодно за странными видениями которые у меня видится в этих местах некоторыми басар тем временем прикасается к мэргенштерна и взвешивать его в руках и смотрит в каком он состоянии не повреждены не просто не повреждено любила дед мэргенштерна не это практически точнее даже не практически а он абсолютно неповрежденный что так нет а это случаем нема волшебная так как и вообще нас так секунду так ну что ж вес у этого оружия он похоже неизменный она обычная но когда когда лерт осматривает окружающих пространство кстати погодите и секунду секунду он понимает что действительно это оружие она магическое до спал крафт и кстати в принципе я думаю что можно кинуть но лучше инжиниринг или крафт чтобы понять из чего особенно сделано этот оружие а не лерт я даже так скажу что он посмотрев на него повертев сна и он надо вспоминает кусочек истории этого оружия это кстати одна из реликвий действительно первого крестового похода и это оружие его заделали дворфы которые которые участвовали в походе и они преподнесли его одному из генералов и лерт вспоминает что это не просто магическое было оружие это было оружие из адамантина технически у вас теперь двери и как бы не существует ну это далеко конечно от отмычки fighter она и так сойдет в любом случае мне все-таки любопытно имеете молитву какое-то влияние и думаю будет неплохо если кто-то отношу братья аркутсова позаботиться как я понимаю ему досталось за эту битву да я скажешь так что его там два раза это садили по руке да но не покусали а именно поцарапали так что его сейчас это так с пальцев кровь стекает но и он подходит это к верту так что вот надо перевязать или из плечить немного потом народ этим занимается всем а можно рис починить что-либо какую-либо вещь с помощью айрис когда она подходит к груди вещей что она пытается подобрать кусочки того что окажется с тягом который еще более-менее цел но когда она заклинание часть этих кусков склеивает ну склеивается но видно что не хватает значительная значительной части полотна что она просто вот разорвана или возможно где-то валяется едино или даже съеден к сожалению это наследие крестового похода уже это не восстановить история идет вперед и вперед наверное идете и вы но собственно нас будет время попытаться разобраться с этими вещами когда мы освободим и рамлис царь и у кого сейчас кстати адмонтиновая отмычка но я не даю и кого кого то кому вы дадите но я бы сказал что либо может быть витарио или аркуцио тут одно из двух по моему уже был моргенштерн мне кажется он как раз его поменять может да а там анти да у него как раз был этот маник старт плюс один теперь будет а там антидовый маник старт плюс один это прямая блеск с нас уже тоже сходит да это конечно уж минуту действует надо я думаю что это так как вы потеряю так как как минимум но даже там бассары и прям стоун потратили время на то чтобы привести в какой-нибудь приличное состояние несчастных крестоносцев до блес за это время сойдет по поводу лечения сар говорит что он может слегка закрыть раны как сама по аркуцио так и доставшуюся вместе но не факт что у него это получится хорошо все-таки клик кривик он не самом начале своего пути возможно как раз это имеет смысл чтобы не тратить силы самогулятор да давайте наверное я уже проще у нас есть палки палки ну и не так и не их и не вписал сколько они там она у вас сейчас есть это исцеление этими коробку же light wounds там палка у которой вы потратили только два заряда и курмады rate wound на 10 зарядов у которой вы потратили только один заряд а кстати да у меня же тоже палка вроде бывает а урмады рейт у бассары слепо и напомню ну я по крайней мере точно я не брал у меня у меня модулить то есть вот вот такое вписывать на себе я так что это у тебя тоже что ли по палкой на 10 еще одна или нет я думаю что то самое такое уже 9 зарядов дает и у я уже использовал один на кого-то поэтому там 8 зарядов то что давайте-ка в кого-то можно тыкнуть к воркутсово тут выгодно использовать дешевые члены потому что два их так сейчас что ж так 850 вообще там а ну да так это 11 но этого хватает чтобы аркутсов в максимум отлично да уже членов кидать незачем и так что же перед вами еще одна дверь а что вы стоите по прежде часто этой в оскверненной часовне так и двери да так теперь вы можете подняться открывайте да можно зависть что происходит со заведенным арпалетом где лежит болт с железным холодно можно налоги на штаны его перезаряжает это уже того как но вдруг это надо заявлять отдельно но вот в такой ситуации боевой обстановка когда мы в любой момент ждем нападение а так ну что ж и вы видите небольшую комнату с двумя дверьми здесь вдоль вдоль вот этой стены когда-то были это ну что-то типа фресок на стенах но сейчас они это все разбиты валяются на полу и практически невозможно понять что же они изображали в свое время вы видите две двери так сейчас секунду так надо одно из них есть и такой заляпанной даже не заляпанной а как будто пораженной кислотой символа и амидея а за другой принципе там ничего нет просто дверь обычная такая деревянная домовая дверь выжженный символ на той которая прям впереди да на ты который себя перед нами здесь вроде как никого это это очевидно неловко применаясь ноги на ногу но виталия берет грифу наперевес и делает несколько шагов вперед да и куда-то вот сюда я слышал какие-либо звуки а а так сейчас кинь пожалуй киньте тогда просто perception те кто входит топлив бассаж слишком поглощен собственными переживаниями так но витарио кажется что вот здесь за этой дверью кто-то движется но он не уверен показываю знаками на левую дверь и собственно вопросительно смотрю в сторону бассара бассар пожимает плечами и демонстративно натягивает лук направляя его на дверь но если что витарио показывает жестами вот сюда в угол наверное сместиться сюда я так понимаю прислушившись я там моя догадка подтверждается дальше за той дверью что то есть да не подойдя ближе так да не только подтверждается но и аркутсо когда входит в комнату он так это тоже так и чуть прищуривается прислушивается и потом что потому говорит это витарио что там кто-то поднимал демонов и кажется собирается убегать так и собственно что вы делаете дверь заперта ну у нас есть отмычка применяем отмычка нет когда у нас может сколько можно это не подействует а окей я переглядываю шептал хорошо аркутсо вроде есть инструмент у нас есть колокольчик аркутсо может трога пытаться действительно дверь вскрыть потому что у него есть это отмычки и как я говорю нам еще выдавали колокольчик который может сделать то же самое сейчас я так понимаю там важно что ему чтобы это сделали быстро так а у кого этот колокольчик такой вопрос это который нам финале раздавали перед тем как мы собственно ушли на этот данный кто-то брал так его по моему взял этот ярлы аркутсо как раз потому что он не требует этого не требует каких-то особых действий так так его одиннадцатый колокольчик чем так сказать который был это у нас просто до 20 плюс плюс к 3 года ну да действительно не так ну что ж тогда аркутсо достает это длинную такую мифриловую трубку и так лихонько по ней ударяет и вот такой дзынь разносится по комнате и дверь сдрагивает 28 это отличный результат да но эти двери делались на слабу и поэтому вы чувствуете что дверь это так дороже это так мелко подрагивает и внутри нее за ней будто бы что-то скрежет но потом она останавливается и вы слышите как засов он это беден так с таким легким скрежетом и ложится обратно на место есть не может а так короче там и засов и это и ключ похоже убежать наверно придется применять более тяжелую отмычку адамантин ну что цель ты тогда в петли сначала там видно будет но аркутсо пожимает плечами это достает адамантиновую отмычку и хорошенько так разбахнувшись сносит буквально одну из петель это она так и просто со скрежетом перестает существовать но вбивается глубже в стену и такая исковерканная потом начинает немного отваливаться но одновременно с этим вы слышите откуда отсюда такой скрипучий звук и что происходит не отвлекайте меня от моих опытов и звук открываемой двери окей баса переводит прицел на эту но наверное инициатива так давайте тогда действовать по инициативе что если собственно начинается такие перемещения ты квадратин есть человек надо сделать так что в этот скрипт на инициативу выдавал не открытый чат что ж а и так спасар да что-то будешь делать в какой сейчас собственно момент мы услышали с той стороны звук отвлекает меня от экспериментов и кто-то пытается готовиться от предель а дабы услышали что звук кто отвлекает меня от экспериментов и звук открывающейся двери но не вот этой двери да то есть не вот перед видимо там была еще какая-то тогда 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 басар делает шаг сюда открывает дверь если что 5 в той и открывает дверь действие на движение а да басар как бы сказать тянет ручку лепитая дверь в зависимости круги петли ну что ж да да действительно сейчас я посмотрю вместе тут кино это у меня и нету и таким точнее этого а и он открывает дверь даде и видит собственно другую открытую дверь и которая ведет куда-то и и напротив такие тоже фрески с ценами из первого крестового похода и как будто там сверху смотрит и амидея на атакующих демонов существ но при этом все это измазано кровью какой-то и шижей а лица криптоносцев они с этих тресок выпиты на дверью никого не видит ну оттуда откуда он открывал дверь нет он никого не что зато зато он слышит такой звук таких кожаных будто бы одежд как будто кто-то поворачивается и удивленный голос что за ход лярта подожди у меня штандарт еще остался я собственно загаде ты подошел эти футовый шаг ну открыть дверь стандарт риги я не уверен что ты стоял по радиусе 5-футового шага ну хорошо тогда так ну да тогда у тебя остается действительно стандарт и бассер готовится стрелять по первому же враждебному существу оказавшемуся в поле зрения так ну что нет ади или у лярта сейчас ход я просто измена прокрутил так ну это первый ход то пока так если там кто-нибудь еще будет будет подходить именно стрелять подойти просто хорошо тогда прям так но в моем случае у меня мои дистанционные атаки уже потихонечку истощились я думаю что я на использую на себя это самый четверо качестве приготовления пока мы ждем я думаю я думаю это будет все на сегодня смысле на этот выход нет а так ну чтож и бассар это я думаю лерт они слышат как за дверью за дверью начинают на какие-то каком-то тимоническом языке не предотвратить ритмичные слова заклинание потому что стоишь неудобно нет а за вот этой дверью вот но вот если бы ты встал это чуть подальше было бы немного другая ситуация понятно они там стоят по-другому стоят ну ладно да она и собственно это у нас лерт может определить что именно там кастуют а у него есть я писал у меня кстати есть у меня есть но можете тогда пытаться кинуть этот там как по-моему для того что процессе каста понять ну прям что он сразу понимаешь что это кастуется защита от добра ясно ну что ж их ждет сюрприз предлагайте как защита от зла ну это всегда хорошего ну да просто я могу кастовать еще только скастануть еще три раза все окажется это тот самый раз я думаю сейчас можно сам рискнуть бен то что мы раздумываем сейчас сейчас ходили их они обмазывали себя перед тем как пойти на нас сейчас выходит айрис так в прошлый раз мы кажется выяснили что айрис может наложить на четырех эту защиту да то есть если допустим встану вот 5-футовым подойду сюда с кастану я могу дотронуться до витарио витария ли получается лерта и аркутсо ты можешь сделать одно касание как часть каста а одно касание всего а на следующий раунд ты можешь либо стандартам выдать одно касание либо full раундом до 6 а все поняла ну тогда я хожу сюда кастую это ну и касаясь витарио наверно первый раз и аркутсо уход я вернул я вернулся если что обе токи и почему пропустил витарио потому что я случайно нажал два раза всеми так то есть айрис успела коснуться до меня и я так понимаю откуда-то вот отсюда басар лерт слышали я тоже слышал это звуки речи да хорошо ну тогда сделаем собственно рыбок вперед а по всего интересного так здесь на самом деле боже нет погоди здесь больше интересного так что когда ты влетаешь в эту комнату ты сразу понимаешь что это на самом деле часовня и медеи то есть не часовня даже а полноценный храм который так порядка москоперненный и видишь тифлинга в кожаных одеждах кожаной броня такой красной и похоже что он использовал какую-то органическую субстанцию для того чтобы ее покрасить и вот у него в одной руке он зажимает такой кинжал который у той ритуальный какой-то для каких-то таких более тонких манипуляций другой держит какую-то фляжку про явно собирается сейчас выпить хорошо в таком случае я свое движение заканчиваю здесь как раз мне приблизительно должно хватить скорости и видя всю эту толпу перед собой видя перед собой этого тифлинга из украсившего как я подозреваю кровью свой плащ я собственно стискивая зубы шепчу проклятие что именем вечной розы ты отправишься в тот от из которого вылез ублюдок и знаешь я даже на него смой потрачу затрать да конечно спасибо спасибо один к 10 так ну да ты и это в него попадаешь хотя это ты чувствуешь что движение твой как ни странно вот твоя глифа должна была просто пройти сквозь его доспех как сквозь масло но на самом деле ты чувствуешь и такое очень сильное сопротивление и рано гораздо менее глубокой чем могла бы быть даже несмотря на то что смотри его в твоем или так мать же блокирует дыры но у дата на это скорее потому что ты принципе ты можешь кинуть сейчас perception на самом деле то есть я разрешу его какая-нибудь каменная броня или чё там это ладно ничего особо не да но зато на несмотря на то что в удар был не настолько стилен как хотелось бы он так составил его буквально перекоситься так аркуцио аркуцио 1 2 3 влетает следующим и обрушивает свой это так что бережа бастард сворта аркуцио кажется тут ему есть работа да он обрушивает свой бастард сворта на него но батар просто это царапает броню и не более так этот этот тифинг в глаза на витуре аркуцио это будто бы не осадовая свою раду так это вы посмели это потом от делать шаг назад выпивает эту склянку и вы видите как он начинает будто бы превращаться в такую и превращаться в дымку а то есть его движение то но это такими размытыми теперь вы это будете кидать это консилом от 20 процентов потому что это был блюр и бас пасар будет походит мимо викториус аркуцио успел бросить взгляд направо через открытую дверь никого там нет так что то есть хорошее детали я могу описать главное чем нет посильника а где-то ты не слышит не видишь и не слышат от противников ну а после заняв позицию басар натягивает лук и шуча или молитву то ли проклятия не хорошему тифингу пытается в него выстрелить он использует алхимическую стрелу ну в смысле прочную и это двадцатку ну а это но так или иначе да и тифлинг на это видишь что стрела она очерчивает линию по его щеке но как будто оттуда что-то отшелушивается и крови ты от этого попадания не видишь верт можешь ты либо сар понять что это только что было может попытаться кинуть этот perception тоже ну а чуть это выникает такое ощущение что и его кожа она чем-то еще покрыта так что защищает его то есть ну да лерт он чем-то себя измазал что-то смывается и как он орет это твоими кишками я тебя измажу ну если лерт подойдет и кинет например это спокрафт или аркану я скажу что это такое встаем пока ну условие то это баркскен обмазались я на 22 не попал да ты на 22 не попала зараза ты считаешь спирта вэпан у него он как это как я люблю игнорирует или нет пике нет ну там там пускают чет такая стоит как-то такое предложение есть это по ты про что перечел в этом вот это к чему то что блюр то на нем но просто атакует другой написанные где что она будет игнорировать и плюр это просто атака ну нам лес полезно напомню ты чьим именем благословляешь десна или это пупе персонажи чего блес ты чьей веры будешь лерт он спрашивает спрашиваю чьим именем благословляешь из какого прихода будешь ну так сказать как-то сейчас как-то называется там как-то вы как-то ну получили получите поведение фразмы тогда а я прямо знаю кого уже ждут с той стороны вуали так ну что еще что а ну лертон вроде все и тела да нам ну сошь прям с того на ход ну что раз там такая заместка начался то я тоже значит буду заходить как-то так и или может быть хотя нет план я уже зашел значит так и буду и много людей так это ух ты тут типа появились что-то что ты говоришь это у этого отрубил эти тут появился что плюс один от этого от протекшен и блюр ну ладно значит ну да он плюс два дает отца против зла она у него эй эй ладно у него есть родной плюс один от проте от дефлекшена не важно это в него летит книга потому что самое со словами самые что всевидящий око видит сама видит вас и ядры самой самой она нет не дремлет и он сама бросает его в отрубил книгу давай ну похоже нет ну что ж это один из культистов это это поз, что нам делать это от рыбы сражаться, жалкие червяки и а ты тыкай пальцем в одного них, лечи меня и действительно один один из них перекладывает глифу в одну руку и начинает протягивать другую к Аторубио и начинает произносить заклинание исцеления сейчас это был ЦЛВ они у нас первого кастерлевла 1 до 8 плюс 1 похоже, прежде чем убивать этого гуса придется обновить всех аддов разумеется это не Баскар говорит мысли в сну значит, вот это культисты лечил лечил, собственно, от Рубио ну, рано так затянулось но кровь по-прежнему из бока от Рубио хлещет этот рубанул Аркуцио своей глифой ух, как он его ну, и вы видите, что Аркуцио внезапно это ему чуть ли руку не отрубили потому что по нему прошел крит глифой это плохо это минус 26 урона соответственно 13 Аркуцио 13 Лерту ну, глифа у нее там по-моему, то ли X4 или X3 ну, вот да, так что я-то было больно с этим культистом не дрался так и еще Акин тыкает пальцем в Басара ты броси лук и это вилсейв сейчас ровненько да за кого ты меня принимаешь что ж, я его теперь Ху Тайрис Арис ворчит себе под нос убежали без защиты так, а чего теперь делать-то? если я схожу, то я смогу коснуться только одного? да, за стандарт не делайте так больше ладно кстати, это Лерту надо списать 13 хитов если он держит этот щелтавр ну, блин, у Арис нет другого выхода он двигается вот а, нет тогда она двигается вот сюда и касается Аркуцио молодец, Арис но двигаться дальше уже не может да там Аркуцио что, 1.26 прилетело или что? да, 2.26 прилетело да ну вот и так слушай, когда вот все заходят да что я бы так что у вас горячка боя но она не мешает увидеть что вот в самом противоположном это конце здания ну не здание а конце этой комнаты на алтаре который некогда был посвящен опять же и Амедея так что меч стоявший он повален он повален это в сторону и вместо него стоит собранная из каким-то образом скрепленных обрубков тел изображение какого-то гигантского насекомого то есть не в той часовне ладно тогда ну с этой тоже разберемся я имел ввиду Викторио да что окей ладненько Викторио наверное делает 5-футовый сюда становясь рядом с Аркуцио чтобы все-таки этот парень был в пределах его досягаемости и размашистым ударом Глефа он пытается его достать этого тифлинга 18 18 было я помню да но промахивается этот тифлинг это мерзительно хихикает Глефа это не ваши жалкие прислужники это сейчас блин жалкие прислужники Шейлин и это его прихвате подхватывает подхватывает его речь это хохотом это Аркуцио это в ярости это делает шаг вперед это что видя это кривет вы осквернители и рубит с размаху по вот этому пардон второе это случайная атака но первое что заставляет там из культистов это поперхнуто своими словами ты же стадо страйк использовал 5 футов мух стандарт ну или да что поперхнуто своими словами и стадо нет стадо страйк он использовал по моему на вот а нет он подходил тогда нет стадо страйк он тогда использует на отрубео и на самом деле своевременно потому что несмотря на ваши атаки апорты отрубео он от это отходит назад мерзко хихика так гений просто порту так но витарио промахивается а вот аркутсу почти попадает да и он попадает и этот к одной ранее присоединяется другая да и вы видите что он так это слабно смотрит на вас уже не одеваясь это так достает что-то и кидает прямо в это в витарио и это атака бомбой плохой плохой а блин дистанционная атака моя фишка не сработает атака что там потачу 14 14 ну 16 да он попадает значит наносит 13 урона огненного дистанционная у меня архетип не дает дефлекшн бонусы блин жаль а потому что он ровно ровно 14 кинул так она я погоди вопрос еще вот в чём тут на плюс коммунальная защита же она тоже дает дефлекшн кстати она дает дефлекшн получается 16 да то он не попал но все равно есть флэш урон всем кто в радиусе 10 футов сначала нужно откинуть куда именно улетела бомба ну в меня так а ну хорошо если он не попал так на что там 1 до 8 кидай 1 до 1 до 8 и по часовой стрелке считают отверху так как это первый рейнджин элемент то она только на одну клетку улетает почему 1 до 8 а не один а ну до 1 потому что 8 клеток давайте так раз два три четыре пять значит она вот прямо сюда улетает и попадают под ее в радиусе 10 футов я так понимаю что айрис аркут витарио примстоун и рефлекс соответственно dc14 а ну да соответственно рефлекс dc14 вы кидаете чтобы половинить так урон так нет нет айрис а а а у меня получилось да да и сколько тогда урона прилетает так тогда получается два то есть витарио и брюнстоун получают по пять огненного урона айрис два и еще аркут сейчас я за него кину я проверю не разменял летом немножечко половина урона прилетает этому лярку от силдазер силдазер на аркутсу и на витарию если я правильно помню а ну да тогда половина прилетает лярту аркутсу кинул хорошо то есть он получает тоже два да похоже я разменял свой резист кабинет технические печально верту сумма насколько там получается два урона от витарио и один от аркутсу то есть так и соответственно те кто получает урон я так понимаю кидают этот чтобы не загореться только если там есть есть на это открытие у него есть на это открытие кидаем что мы кидаем на это дц 15 рефлекс то есть еще раз рефлекс да да блять суки вы охуели так а он она может вот этот с explosive бомб то одновременно использоваться а что он использовал у него только по-мо один раз explosive бомб то используется а кстати там плюс два резистент бонус на сейвы действует же от злой так ну там у него сейв 14 так что битарио и брестон все равно не проходили ариэс прошла так и так прошел а здесь все равно не поможет то есть я бы кстати не считал что это что сейв именно от загореться это такой предыдущий бросок в принципе напоминаю да у него есть этот explode в бомб а это часть их слое да это часть бомбы то есть это соответственно да значит теперь те кто загорелся они получают 1D6 там же написано существа которые получают direct hit он за explosive бомб почему не стоит что будет плавить это именно попадание ну ладно тогда нет тогда вам повезло тогда мы не загораемся в другом случае по-моему я так понимаю 2 урона свои 2-3 урона я получаю да нет это получаете это просто не загораетесь ну что ж посадили поди секундочку все поехали дальше не я про то что еще должны были получить урон культист лерт и басар потому что тут 10 футов радиус сквозь бомбы слэш видишь там же 5 говорилось нет там там 10-футовый то есть да тогда басар лерт это и культист сейчас бутыки сколько там 4 было нам 5 5 поэтому но ты не прокинул поэтому 5 глаза прокинул поэтому 2 оккультист 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 окатило этим пламенем и ему явно больно что он это у него так это лицо начиная то есть у него и хлестнуло просто по лицу да и он сейчас зажимает пытается спить этот огонь басар а своих прихвостней ты тоже так защитил промочит басар проходит вот сюда вот и буквально в упор пытается вбить стрелу в культиста которого ранил который сражается с иркутсу хлише ну и да это не особо сложно на таком расстоянии попасть в явно отвлеченного своим горящим лицом человека поэтому втыкается стрела в горло и тот падает за хлюбой собственной кровью аээлерт ну так влево-то тут особо что-то такого делать нету сейчас потому что тут довольно довольно многие так сказать уже подванены так что в этом веке более-менее нормально урончик устанавливаются Ну и модификаты Хризм у него сейчас 5, так что он их всех исключает даже у подстреленного. Ну да, что ж, тогда всем восстановление 8 хитов. Отлично. Замечательно, я бы сказал. За замок, наверное, все-таки достает этот трополетик. Ну, ну, все. За муфор болит, достает, просто достает. Хорошо. Примпстоун. Насколько Аркульсов плохо стало? Ну, Аркульсов на самом деле стало существенно получше после того, как это его лерт наличило. Ясно. И так, потому что стоит в него тыкать еще один раз палкой или мне можно идти вперед? Ну, наверное, ну как, скажем так, у него 28 из 34. Я думаю, ему стоит тыкнуть палкой тогда. Примпстоун достанет палку из этого на своем ходу. И самый 5-футовый шаг сделает и тыкнет в него так. У них у всех эти глефы сейчас, я со своей книгой в милишку не подойду к ним. Давай, кидай. Да, сейчас я, самый чарник лагает. И это не из-за дайсов. Еще не мудрее там вместо. Лечу, чем хочу. Нефис благословил. Интересно, есть в божеству скупости? Есть. Как это зовут? Экономности, я бы сказала. Аббаттор. Аббаттор – это дворфийский бог жадности. Ну, да, значит, ты его вылечил. Это культист 1. Это… Так. Так что, один из культистов пытается повторить свой успех с Оркутсо, но ему это не удается. Другой отходит… Нет, не отходит назад. Это поворачивается, перекладывает глефов в одну руку и исцеляет еще раз этого мира, алхимика. Какая трогательная забота. Покупаете ему секунды жизни ценой своих? И после этого, хотя нет, не отходит назад, где вновь это… Он как бы берет это глефов в руке. Айрис. Ну что, Айрис теперь можно, наконец, завершить заклинание, да, коснувшись Брэмстоуна и Лерта. Спасибо. За полный ход. И все. Тогда Витторио. А Витторио четким строевым шагом, собственно, делает ход вперед. И глефа летит в сторону культиста, который прямо напротив него. 14. Нет. Да, что летит на боку повторно культиста, но проносится мимо него. Но Аркутсо, он поддерживает движение движения Витторио вперед, вставая, попирая ногами труп одного из культистов и, размахнувшись мечом, пытается снести голову еще одному. Да, я не скажу, что тут это совсем получилось, но он был к этому довольно близок, оставив ему глубокую рано в плит. Это шипит, это орет, вы, вы. Это теряясь буквально это в словах. Так, это, ну ничего, сейчас вы у меня попляшете. Так, и это, так сжимает в руке какой-то этот, какой-то неприятная живого вида гадость, после чего заглатывает ее и отходит назад. Да у тебя хоть капли собственной силы есть, или ты только заемными пользуешься? Отташу Био. А, ну, а, нет, базар-базар, да, пардон. У тебя хоть капли собственной силы есть, или ты только заемными пользуешься? Зло выплювает базар, после чего... Кстати, кто-то в море Элерт, ну, у кого есть спелкрафт, могут кинуть спелкрафт, чтобы понять, что скастовало трубил. Да, мы можем кинуть спелкрафт. О, боже. В любом другом случае, я бы рассмеялся, но он призывает силы своего божества, чтобы направить его руку, поэтому нам стоит опасаться. То, что он собирается сделать в следующий раз, он определенно попадет по нам, потому что он кастует трустрайк. Базар? Базар тем временем целится в схватившегося с Оркутсу культиста и пытается в него выстрелить. Словно, ничто его не мешает выстрелить в него. Мешает кавер, но... Кроме кавера. Йоу. Ну, я думаю, попал. Ну, скажем так, да, что попал. И даже не кайпере, что другое ему не помогло. Лерт. Годи секундочку. И он машины еще остался. И я меняю... А, окей. Пицую. Хожу немножечко... Ммм... Букал? Ммм... Наверное... Да, хай вот так вот будет. Вот эти... Вот эти кугляют там... Колонны. Колонны. До потолка, да? Да. Угу. Можно, в принципе, было небольшие квадратики, так сказать, сделать. Так сказать... Ага, вот и есть... Ага, вот и есть... То есть... Вот так вот не... Так вот все равно не прийти. Больше использования этих... Больше использования цветов, хороших и разных. Пордукт. А этот уже в Бире фактически находится. Тоже... Что? Нет, он не тронутый. Да, что и по нему еще никто не попал. Нет, в смысле он вот тут и... И в Ричи, и Витория, и Аркутсия находятся сейчас. Да. Угу. Так... А Бримстоун к нему будет подходить или тоже будет поддерживать остальных? К кому? Это вопрос Бримстоуну. Ну, Бримстоун сейчас кого-то открывать будете или нет? Пока нет, я... У меня сейчас другие планы. То есть, если вот этот сейчас ляжет, я может быть... Ну, вот этот сейчас не ляжет, я так понимаю. А так... Тогда я просто буду целиться в этого... В отрубе, чтобы попытаться сбить ему каст. Он сейчас каст, да, начал какой-то? Нет, он его прокастовал. Да. Это как там? Так, а что? Рано, а почему тут не написано, сколько это занимает? А почему Виттурия так страшно выглядит? Это самое... Знаешь, если бы абрикандил, у тебя бы морду расцарапали, и посмотрел, как ты выглядел бы. Меня больше всего пугал флаг на садим фоне. Так лучше. С, там, дает... Амрал бонус... 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 Так, а Ариц тут в кого-то стрелять еще будет? Пока нет. Вот так и на ганде савиториям. Супер, спасибо. Так, окей, тогда Бримстоун. Хорошо. Мой план такой. Я достаю свой маленький арбалет и делаю ради экшен, чтобы выстрелить в отрубью, если он начнет кастовать новое заклинание. Ну, окей. Кузи делает 5-футовый шаг назад. Хотя нет, так что он атакует Викторио и делает 5-футовый шаг назад после этого. Так, но мимо Викторио он умудряется промахнуться. После чего делает 5-футовый шаг назад. Айрис. Блин, это сложно. А можно заявить каст заклинания на определенный триггер? Конечно. Если заклинание кастуется стандартным, то да. Можно даже заявить использование волшебной палочки. Ну, тварь швыряется бомбами. Можно заявить кин Рэдди каст Грис именно на бомбу? Не думаю. Жаль. Но он сейчас ее в руках не держит. Он просто сказано. Бомба создается в момент броска. А я так думала, что у него есть какой-то определенный набор бомб, которые он кидает, нет? У него есть набор ингредиентов, таких виртуальных ингредиентов в вакууме, из которых он собирает бомбу в момент атаки. О боже. То есть это как заклинание работает по факту? Да. Ну, он собирает это и потом бросает? И все это одним действием, да. И ладно, я с алхимиками никогда дела не имела. Тут я думала, что у них есть какие-то бутылочки на поясе. Угу Реально, у предыщенных галдов здесь Есть какой-то способ через «Паски» делать бесконечное. Ну там какой-то совсем изводный способ есть. Ну, тогда мне останется только достать волшебную палочку и зафигачить в него в мочек. да неплохой вариант продукты а если это сделать в момент когда он бросает это ему не все равно не концентрирует я забыл про это поэтому моя предыдущая заявка скорее всего все равно в него долбанешь не дуганю потому что бомба это не так у него нет никаких сопротивлений нету кроме щитов на нем висит щит так они висит щит и досадно так а можно еще заявить действие что айрисов после того как долбанет из палочки шагнет обратно в другую комнату за стеночку собственно это и свою инициативу действуешь поэтому вполне можно я про не так подругой что айрис остальные видят что снаряды которые срываются с палочки они обретаются в какой-то невидимое препятствие и гаснут подлец понятно ну айрис общем блин почему не могу пройти сквозь дверь вот сюда заходит и виттуре уход окей ладно виттария понимаешь что я так понимаю вот этот тифлинка он уже что-то заготовил я видел как бы ты видел что он на это какую-то это хрень принял и по-моему это тебе даже прям то он по-моему даже озвучил что следующий атакой он попадет окей тогда ладно происходит приблизительно происходит следующее виттуре перехватив глифу начинать делать рывок вперед в том числе и мимо культиста перемещаясь где-то получается вот таким вот образом так что если культист может он может как бы сделать провоцированную атаку а так и теперь напомните мне а 3 путь провоцированная так и можно призем можно да я так она и тогда соответственно пытается не ударить тебя сделать подсечку какой вопрос у него есть улучшенная подсечка нет у него нет улучшенной подсечки когда это провоцирует аппарат викторию у которого уже речь оружия и там даже немножко интереснее будет ну ладно сейчас посмотрим это провоцирует сначала вот викторию поэтому ты сначала бьешь как он только оценивается его пока 3 ну давай давай тогда так а что ж тогда вот когда вы вот в этой позиции то он пытается почесть себя когда ты выходишь ты пытаешься ему ответ на рубану и своим своей глифой так что давайте самый весело давай авторю но весело что нанесенный урон считается как и образ кукрым да так вот но на самом деле это оказалось не так важно потому что это попытка оказалась для пультиста фатальной да потому что по движение викторию это воспользовался так сказать это маневром противника чтобы но это приблизительно выглядело так когда он начал движение снизу вверх викторио делает такой приблизительно арабский прыжок боком и в прыжке в том числе глифой как раз падает по открывшейся шее культиста да вот так все и было и что-то что-то ты хотел сделать дальше ну и собственно как раз добежав уже самого отрубила точно такой же удар глифой в этот раз акцентированный прямо на него двадцатка нет у него же считается был и у меня еще мне два смайта только я еще один да он еще открыт смотри смотри ставится а а ну тогда я переброшу генальф разрешишь тут даже не перебрасывать нужно просто добавить хризму кумбруску до нас 323 получается и тихо хорош переливать но ты грунт мировоззрения да да почти попал вот это буквально этот пронесся клинок у головы его шеи а погоди а гайденс это чё у нас а гайденс и бы вас они не стакаются но по идее гайденс ты потратил красную порту нет нет я не тратил на один бросок на который он захочет в течение одну следующий минут до утрату гайденс подачи честно не успели понятно я уточнил хорошо тогда я гайден собственно трачу 24 кидай тогда этот блур 1 до 100 уж тогда попадаешь да и ты попадаешь по диму еще плюс 4 урона потому что это смайк мы помним керри керри на самом деле пожалуйста варень да я просто 5 пятер что привык что смайк только на одну атаку шо 24 кб и 21 урона ну чтож он смотрит на тебя это такими уже испуганными хорошо так испуганными глазами это потому что это его доспех уже заливается это крови из раны до шеи что ему чуть-чуть голову не отрезал да и видно что он уже на последнем дыхании и вот войны вперед вырывается аркутсу так 21 плюс 2 за charge плюс один за этот за и стадит таргет и собственно как я хочу это сделать ну и аркутсу так вот и в эту сейчас я кину рожу отличная командная работа вот грубо говоря вот прямо в эту рожу вертикально сверху вниз прямо посередине врубается меч аркутсу и этот так это понимать и дает истекая и падает на землю лицом вниз задницы вверх так все давайте сейчас сделаем небольшой перерыв доправ ключей надо попить можно даже прикусить то есть минут на 5-10 как и вафт с мездой поскольку у меня чайник же на плите греется поэтому из перерыва на 10 минут хватает только чтобы течение вскипел блин бывает итак ну что ж это когда корячка будет немного утихает вы получаете возможность чуть получше осмотреться что то что выглядело как статуи присмотревшись вы понимаете что это не просто статуи на этих статуях изображены по рельефы 3 герой древности но каждый из них покрывает пятна крови на этот частично они где-то просто разломаны или каким-то другим образом они оскоренены что в дальнем кольце на наука в дальнем конце вот этого коридора находится но такой подъем и там алабастровый этот алтарь и вот на этом алтаре находится как я уже сказал и какая-то омерзительная масса и оберзительная конструкция из отрезанных конечностей которые сшили вместе в какую-то насекомоподобную форму да и перед вот этим алтарем лежит 7 спальных мешков и киньте пожалуйста персепшен итак ну что ж значит осмотревшись витарио айрис и базар они замечают какие-то странные синеватые очертания как будто бы си как будто вы вот здесь сейчас в это в стене будто бы там сияет какой-то контур таким бледно-синеватым светом так а можно detect magic на это спальных мешках или это в соседней комнате и не до конца понял это нет нет это именно вот в стене да что как будто там на какой-то контур напоминающий дверь об этом сообщает и делает detect magic на этот контур нет магии есть нету да что как ни странно это похоже какой-то другой эффект ну а потрогать стену можно в этом месте да она не особо отличается от окружения но такое ощущение что чуть как бы теплее вот когда ты проводишь вот этим краям сияющим и ты чувствуешь что контуры как будто там есть какое-то скрытое углубление но имеется что углубление по всему вот периметру пока контур твери получает тайный ход или что-то подобное а там никаких рычагов нету поблизости которые можно типа нажать или нет к сожалению нет да что то есть есть синего ты сияющий контур есть углубление на при этом маги там не ощущается мне кажется это айрис бримстоуну надо подумать на тему что это такое можно подумать басар тем временем проверяет тело тифлинга а я ничего не слышала там типа каких-нибудь дверях там секретное слово которое открывает скрытая дверь в храмах нет к сожалению это это я так так скажу что нет вы не знаете но действительно можно предположить что это какая-то секретная дверь но открывается и даже если она открывается тайным словом вы его не знаете витарио получает возможность поближе однокомиться с омерзительным произведением скорее всего этих артистов я собираюсь а стивика я собирался сместить это произведение как только я его подхожу к алтарю а еще как то то есть там это только она привлекать мое внимание может за алтарной частью что то есть если вот так по периметру например войти нет алтарем только поваленный символ и обиды то есть поваленный меч который явно был к куском декорации но вот для этого помещения ну как каменный меч я так понимаю да ну да каменный гигантский меч да но его вот сломали где-то снизу и повалили в бок до чтобы освободить место для вот этой мерзости так сейчас секунду так этим временем я так понимаю что базар осматривает в кавычках это труп от рубио и так сейчас я скажу что там найдено было где сияющие синим глаза у айрис он тоже не хочет с ней про консультироваться по поводу магических предметов что у него магическое из того что сам базар может не заметить по поводу магического чего какие из предметов экипировки у этого неизвестного нам тифлинга магический а ну айрис может посмотреть да но собственно тифлинг светится магии как елка да что у него на поясе есть множество небольших скляночек с этими которые явно магическими зелиями его броня является магическое и колечко на его пальце также является магическим кроме этого у него при себе есть эти священные символы и амидеи количество четырех штук над которыми явно ставились какие-то алхимические опыты если у кого-то есть крафт алхимия либо кто-то хорошо кинет к но лучше аркану я скажу даже что пытались с ними сделать так а колечко не похоже на то которым демонов вызывали нет не похоже собственно можно кинуть последовательно раз-два-три-четыре раз-два так так сейчас погодить секунду так это у нас 67 этих 7 попыток так можно кинуть только на доспех и на кольцо можно так а лерт на что кидал на доспех заявлять на что кидаешь так сначала либо аркану либо алхимию кинуть а и так значит лист понимает что пытались найти символы нанести какую-то порчу чтобы она заражала тех кто к ним прикасается ну и одновременно лерт понимаешь что это скажем так не то чтобы хорошо удалось и даже совсем не удалось тифлинг был довольно далек от успеха в этом плане аристинир пану тебе стук раз кидать на блин я чувствую затупила сейчас тогда спал крафт доспеха на кольцо в том же порядке блин вот я нажала два раза ну два раза и бросилась по 25 мне кажется ну опять глюк вполне могут выпасть два подряд одинаковое значение а что ж значит доспех это кожаная броня плюс один именно лазер или стуз лазер сказываем лазер так а кольцо так protection плюс один кроме того у тифлинга при себе есть это алхимическая переносная лаборатория это хорошо Насколько я помню, волшебники у нас не могут воровать из-за кляния от алхимика, да? Нет, вот алхимики могут. Тем временем Викторио отправился осматривать комнату, из которой, похоже, вышел вот этот... Ну что ж, это там, видишь, длинный стол с шестью креслами, который прислонен к западной стене. И на противоположной стене есть такое тканное изображение, тканное, на которое есть, собственно, карта Миндева. Так что это изображение повешено на серебряном стержне, и, похоже, кто-то это изображение несколько раз порезал и испачкал какой-то мерзостью. На полу опять есть спальный мешок, и около него стоит куча разных алхимических пробирок, устройств, колбочек, перегонок и так далее. И длинный деревянный контейнер для меча, который перевязан на это шнурами, и явно готов для того, чтобы его куда-то переносили. Любопытно. Что это нам напоминает? Что-то это нам напоминает. Викторио начинает постепенно осматривать. На столе есть какие-то там, не знаю, бумаги, записки, может, дневники? Так, сейчас, секунду. Так, кстати, насчет это символов, да, там не только Эми Дэй, там вот они вот. Ну, и Шейленицкий, скорее всего. Да, вот это Шейленин в городе есть. Да, что Эми Дэй и Шейленин, Дэссене. Так. Да, если что, Бримстон тем временем он будет очищать алтарь от этой мерзости, и самосмотреть на этих, на реакцию эфемерных, из самых символов, которые он видит, самая наблюдает. Ну, я думаю, этот Аркутсио тебе поможет. Да, вот. И когда он смахнет, по крайней мере, все эти части тела и пытается так слегка скрести кровь, он самая воздаст, скажем так, легкую молитву и самую Нефису и Амидея призываю, кажется, силы Всевидящего Ока помочь этому наследнице. Ну, а что? Мы, кажется, все здесь, все друзья, кроме демонов тут. Так что она, даже силы Всевидящего Ока будут, должны быть в союзе с этими наследниками, по крайней мере, в моем лице. Так что все правильно. Ну, собственно, в комнате самой уже Виктория, наверное, в первую очередь осматривает стол в поисках, наверное, опять же, как я говорил, бумаг, дневников и всякого такого. Затем, подходя к спальному мешку и к склянкам, он немножко загадочно так это рассматривает, задумчиво, затем, возвращаясь в коридор, говорит, Лерт, ты, кажется, что ты понимаешь в алхемии, это по твоей части, посмотри, что тут. И затем уже подходит, собственно, к самому контейнеру, с одной стороны догадываясь даже, что там, но при этом просто догадываясь, что там. Если он как-то перевязан или зафиксирован, я так понял, на каких-то перевязях, как ты сказал, Альфа, я, собственно, у меня есть короткий меч, я его достаю, я аккуратно надрезаю ремешки, чтобы его открыть и проверить содержимое. Их можно, на самом деле, просто развязать, да, что... И внутри лежит такого элегантного вида длинный меч, так что явно не просто так сделанный и с какими-то даже ироническими символами вдоль лезвия. Детектов на все, что не опознали, нашли, но не опознали. Господа, а вы не забыли кое о чем? Тем временем вспоминает Госсар, и проходит к двери, чтобы выглянуть в ту комнату. А эти пять детектов-то на что? Это на бутылочке. А-а-а. Да. Так, ну, собственно, пока Лерт изучает бутылки, Витторио рассматривает записи. Не то чтобы какой-то существенный Витторио был, не Витторио, а Трубио ввел дневник, но понятно из-за поведения мечаний, что, собственно, то, что понял Тон, что он пытался действительно какую-то заразу распространить, и его сильно раздражало то, что его эксперименты не получаются. Кроме того, ты понимаешь из записи, что... Это была демоническая зараза, вот. Понимаешь из записи, что он работал с кем-то по имени Джесселин, причем в течение довольно долгого времени. И в его записях, когда ты читаешь, ты понимаешь, что он даже испытывал к ней какие-то романтические чувства, но эти чувства явно были либо безответными, либо он подавлял их в себе и не понимал эту тему в разговор с ней, потому что как-то о том, что она возвращает их, никаких данных тут нет. Либо он просто решил не писать это в дневнике. Так. Значит. Сейчас тут. Секунду. Я на самом деле, по-моему, затупил. Потому что здесь должен быть еще хэндаут, который, кстати, Витторио обнаруживает в этом, в кусочке... Не в кусочке, а он обнаруживает кусочек пергамента в этом футляре для меча. И этот хэндаут, я прошу прощения, я вам не сделал. Я сейчас его найду и просто так кинул скриншотом. Сейчас, секунду, я... Ладно, сейчас я текстом отпишу, что я хочу попросить. Вот у нас тут кое-что происходит. Я хочу попробовать сразу несколько вещей, но я не могу понять, что происходит в данном... в каждый конкретный момент. У меня такое ощущение, что время чуток рассинхронизируют для разных персонажей. Ну, как бы сейчас Аркутсу и Бримстоуна разбирают и чистят помещение. Это Элерт изучает бутылочки, Витторио копается в этих... в комнате, которая, похоже, была комнатой жреца, который, собственно, этим храмом и заведовал. Айрис пытается разобраться с дверью все еще. Куда-нибудь там нажать, постучать и так далее. А если взять вот этот вот красивый украшенный меч, который лежал в отдельной корзинке, и попробовать им прикоснуться к стене? Нет, к сожалению, это не дает никакого эффекта. Что меч... Да, что просто меч прикасается к стене, и ничего не происходит. Айрис тем временем, когда она изучает, она понимает, что... Айрис понимает, что эта дверь, она открывалась каким-то паролем, но никак... Так что... Но этот пароль, она не знает. Но какой-то механизм внутри должен быть. И, в принципе, если попытаться использовать, например, вот это Chime of Opening, то вполне возможно, что она сработает. Да, ну что и колокольчик. А этот Use Magic Device может попробовать проанализировать эту хуевину? Ну, на самом деле, я бы так сказал, что, в принципе, тем, кто это изучает пристально, становится понятно, что вот эта дверь... А, это не тот меч. Да. Это не тот меч, но это тот меч, которым я потом хотел сделать втык корабет потом, за который, но Брим стонуть на это не особо. Так, ну, здесь это... Я бы так сказал, что эта дверь, она держится на каком-то чуде. Ясно. В буквальном смысле, да, что это не магический эффект, а это какое-то прямое влияние богов. Ну, можно попросить Иркутсу за ее колокольчик тогда. А, еще меч надо опознать. Ну да. То есть кинуть на него сполкрафт? Да, сполкрафт. Ну, если что, можно это, типа, вместе подумать над этим. Не, Айрис посмотрел, и так на него, видимо, не поняла. Так, ну, Айрис не поняла. А вот Клер сейчас посмотрим. И Лерт не поняла. Так, а... Да, пока что... По крайней мере, если там есть плюс один, то он понимает, что он плюс один пока не имеет. Ну, он плюс один, да. То есть если там... О, Бримстоу... Настало мое время. Отойдите с Мерды, дайте Клерику Бога Магии наконец-то знать про всякие магические вещи. Как мы заговорили. Да. Да, вот это действительно плюс один, но не просто плюс один, а плюс один и вилла Аутсайдер Бэйн. Так что я думаю, когда Бримсон на секунду отошел, он взглянул на эту, на записку, взглянет на меч, и так, Леди Иррбет продала меч, который в буквальном смысле бич злых аутсайдеров. Злым аутсайдерам. Я подозреваю, что это было не самое обдуманное решение в ее жизни. Но я думаю, что когда мы его вернем ей, она осознает всю глубину своей ошибки в этом случае. Главное нам постараться вернуть. Да. Ну что, вы разобрались с этой дверью? Нет. Эта дверь держится волей богов в буквальном смысле, и единственное, что я могу попробовать, это попросить богов ее открыть, но я не уверен, что Эмидай меня послушает, а не все похуй. Басар тем временем как раз примерно это и пытается сделать. Он вежливо стучит в эту дверь, костяшкой пальцев тихонечко, и нацелеселе, потому что ему стыдно нести подобную чушь перед всеми на общем, говорит, что мы здесь. Те, кто сражаются с демонами, здесь. Если эта дверь должна была защищать ее содержимое от зла, самое время ее открыть. Ну что ж, нет, похоже, что все-таки была какая-то другая ключевая фраза, и на самом деле, если... Нас храм или дей, то, возможно, подойдет какая-то расхожая фраза. Блин, ну колокольчиком попробовать, нет? Так, да, что... А, это Аркутцов открывает колокольчик... Понимает колокольчик. Чин-чин... И... Ладно. Пока... Не будем пока биться об нее головой, возможно, мы обнаружим что-нибудь. Кто-то из вас знаком с... Со священной книгой «Юмидей»? Слушай, мы все дети жили в Кенабресе, по крайней мере, лет пять. Уж, я думаю, мы знакомы со святыми текстами Амедая. Кроме меня. Ну вот, можешь зачитать несколько фраз вслух? Ну... Ну... Я пытаюсь вспомнить на «Ноличь религион» эти самые... Святые тексты Амедая, и... И... И Бримсон пытается на память зачитать тогда. Ну что ж... Ну что ж... Вы мне тогда скажите, сколько вы на это время тратите? Потому что... На самом деле, читая... И, собственно, какого направления это будут молитвы? То есть... Смысл... То есть, какой смысл, по идее, в этих молитвах должен содержаться? Потому что, в принципе, Бримсон вспомнил так неплохо. Это их... Но, на самом деле... Много молитв, да? Понимаете сами. Что... Ей нужно как-то сутить объем поиска. Чему... Нет, можно идти и читать одна это молитвы... Одно за другой, но я сомневаюсь, что это так сработает. Оно-то сработает, но просто у нас там еще была дверь, которую мы начали открывать. Потому что, я думаю, нам стоит сейчас именно пойти разобраться с остальными, а потом разбираться с этой... С дверьми, которые держат божественные силы. Потому что, если божественные силы их еще держат, то, я думаю, они держат ее для чего-то. То есть... Я просто считаю, что подобные вещи лучше не откладывать. Потому что, потом, когда в красивом фейерверке будет обрушиваться все это здание, а потом эту комнату все раскопать. Ну и хуй с этой комнатой. Потому что, если мы здесь не комнаты лутать пришли, а разбираться с этими скрутистами. Там где-нибудь артефакт? Мне плохо. Ну... Или... Перебанное ничего. На самом деле, я соглашусь с Бреместоуном, он в нужную сторону думает. У нас как бы есть задание, которое мы вообще даже только на четвертинку в лучшем случае сделали. И черт его знает, что в остальном гарнизоне нас ждет. Да, и на самом деле, мы уже дали слишком много времени тем хуям, которые находятся в другой комнате. Призывали демонов, как там СМИ Аркульц его говорил. Потому что нам пойдемте ломать лучше эту дверь, посмотрим, что там с ними нас наследили. Если они их призывали, то те демоны могли уже и развеяться. Ну, ты скажешь пару фраз на удачу? Да, я сказал пару фраз на удачу. Какого направления? Ну, для начала попробуем просто утреннюю молитву. Нет, боюсь, утренней молитвы не хватит, а то здесь бы, пардон, эта дверь открывалась бы каждый день. Ну, понятно. А может быть, она не должна открываться каждый день, откуда мы знаем, что они тут творили в этой часовне. А там никаких знаков-символов, ничего не было на двери. Нет, на самой двери нету никаких знаков-символов. Но киньте, пожалуйста, этот... Как там... Ну, давайте тогда интеллект на подсказку. А, Даня, хотя нет, давайте так, Perception киньте, пожалуйста. Хотя на самом деле Perception немного неправильно. Ну, ладно, я тогда буду считать эти броски как это, как броски интеллекта. Так. Но на самом деле Bassar, Iris и Alert, они понимают, что вот примерно такой же оттенок они где-то уже видели. Причем совсем недавно. Да. Ну, и Викторио даже понимает, что он видел его прямо вот в этом здании. Угу. Оттенок свечения? Да. Не на знамени каком-нибудь? А комната на юге. Она же имеется в виду, которая... Да, что вот в этой комнате. Так что вы, понимая, вспоминаете как раз, что такого же... Такого же цвета были вот надписи, которые покрывали стены этой комнаты. А-а-а... А-а-а... И мы еще пытались их расшифровать, но у нас целью из тела не хватило? Или это я путаю с другой? Нет, у вас это... Вы пытались их понять, да, но не смогли, потому что показалось, что это просто надписи. Но теперь, когда вы знаете, что вы можете на самом деле потратить время, это чтобы все-таки получить... Ну, чтобы именно их понять. Да. То есть... Так вы знаете, что здесь что-то есть. А сколько это ориентировочно должно занять время? А-а-а... Ну, не знаю. На самом деле, да, что... Я бы сказал, что... Минут 10-15 вы здесь должны будете помедитировать. У нас идет крепость. У нас идет крепость. Да, я предлагаю сейчас все-таки самую крепость, потому что у меня тоже есть на что потратить время, но самое... Делать уборку посреди штурма мы не будем, я думаю. Ты только что потратил примерно столько же, разбирая алтарь. Я разбирал алтарь, пока вы разбирали лут. Кстати, справедливое замечание на самом деле. Я думаю, сейчас... Я думаю, то, что эта дверь сияет в наших глазах, это прямой знак на то, что нам очень-очень настоятельно высшие силы рекомендуют за нее заглянуть. Да, но если бы они нам рекомендовали через нее заглянуть, то мы ее нам и открыли. Так что все, если она не открывается на пожалуйста, то все, идемте дальше. Они дали необходимую подсказку. Самый... Аркутцевой и тащит самую глубину. Может, конечно, что поможет нам в борьбе с демонами? Должно... Это нам должно очень сильно помочь в борьбе с демонами. Иначе бы боги просто не занимались... Боги же не мелочатся. Согласен? Нет. Вот. А здесь мы имеем настоящее божественное чудо. А не верю, не верю, не верю. Просто вот эту мотивную голову и стенку рядом пломать. Так уж... К этому времени уже можно было бы. Да. То есть как-то дверь-то стальная, а коробка не стальной. Нет, но вы можете это сделать дальше, что никто на самом деле не мешает. Братья и сестры, друзья мои. У нас происходит чертова битва. И мы в самом сердцевине этой битвы. Давайте все-таки приложим усилия, чтобы смерти наших братьев и сестер не остались напрасными. Басар, может ты прав насчет божественных усилий и всего прочего. Но я только помню лица своих братьев и сестер из храма Славьиной Песни в Восточном Мандаране, в которых бафометы, бафометы-поклонники, снимали кожу у меня на глазах. И почему-то тогда боги не появились. Сейчас напомню, ставки чуть повыше. Боги не вмешиваются в дело смерти напрямую. Тогда тем более надо сжать зубы и довести дело до конца. Оркутсо, помогай. Оркутсо, иди сюда, тащи дубину. Оркутсо, да, я думаю, что он поддержал по позиции Викторио. Так, и он продолжает вздыхать, поднимает эту дубинку. Кстати, этот меч он тоже себе прихватизировал, который аутсайдер Бэйн. И... Так, подождите, его Виторио уже хотел, нет? А, или Виторио хотел его? Ну, Виторио написал, что он оставляет меч себе, вроде бы. Виторио заставили на Глеб, нет? А, Виторио оставляет меч себе, хорошо, но тогда ты его запиши себе. Ну, если тот самый меч, как я поняла. Так, ну, хорошо, значит... Так, что такое? Так, Вафт отвалился. Вафт отвалился. А кольцо кто-нибудь берет себя? Эм... Ну, по идее, я могу взять, но если ходить на самом деле... Не, мне не надо, я просто... Я понимаю, но тут сейчас надо, наверное, Оркутсо больше его действительно надеть. У Оркутсо есть кольцо, а еще нет? У Оркутсо сейчас активно щелк Азер, который дает дефляшн бонус плюс один. Разве? Да. А сколько вообще эта штука действует? Какая? Щелк Азер, да, частный уровень. А, ну тогда да, у вас еще оно не прошло. Да, то есть тогда надо либо Оркутсо, либо Виторио, а Бримстоуну уже в последнюю очередь, потому что у меня тоже полно дефлекшн бонусов на заклинаниях всяких. Ну сейчас это кольцо будет полезно только Айрис или Басару, если я правильно понимаю. Давай пока что я его себе возьму, а дальше передам кому-то. Давай, мне вообще не критично. Так, ну что ж... А можно одним взглядом, усилием воли внезапно осознать суть этих символов? Нет, это можно было сделать на простой сессии, но хреново у вас тогда усилие воли было. Ну, нет, да, что здесь как бы это, чтобы сконцентрироваться на этих символах, да, вам нужно теперь потратить время, да, что просто так они для вас не открылись. Так, ну что ж, Оркутсо это яростными ударами потихоньку сносит двери с петель вместе с петлями. Так. Я думаю на самом деле, что насколько целесообразно сейчас этот... То есть просто та ситуация, да, что если обе стороны знают о том, что будет бой... Это чистая инициатива. Да, нет, я понимаю, что сюрприз не будет, я просто думаю о том, что... Вообще это штука с этими, с инициативой которой Flatfoot, насколько она логична. Ну ладно, путь будет обычный, поэтому... Поэтому, действительно, когда Оркутсо сносит очевидным ударом дверь с петель, да, прямо перед ним оказывается омерзительная рожа третча, который вот бросается прямо на него, протягивает свои жирные руки к нему. И... и... инициатива. Что-то блин, да если меня ненавидит сегодня, я смотрю. У меня, по-моему, за эту... за весь модуль вот только на этой сессии было впервые инициатива выше десяти. Не, ну ты хил, тебе особо не надо. Разве что пкаст. И что ж, первым ходит в таком случае Витторио. Блин, Брюстал, не очень удачно ты встал, конечно. Ну... Он ломал дверь. Я понял. Ну ты можешь бить отсюда, и у тебя даже ковера не будет, потому что используется правило как для рейнджет атаки. То есть от своего угла. Ну, мне кажется, всё равно какой-то лёгкий лёгкий кавер он будет. Не будет. Но если... Если Альфа разрешит... Вопрос, да, Альфи. Я думаю. Придел в досягаемости. То, что из-за угла, я бы сказал, что это, наверное, тоже какой-то лёгкий кавер. Ну, даёт, скорее всего. Тупо неудобно как-то это вот так вот. Из-за угла это делать удар. Ну, на самом деле, да, что... Керри, пожалуйста. Так, ну, на самом деле, теоретически, что здесь всё-таки кавер не будет. Потому что если мы смотрим от угла, то он достаёт. Мне не нравится, как это выглядит, но тут действительно это можно бить. Так, без кавера. Хорошо, тогда в таком случае тучок глифой летит ближайшего дреча. Хребс. Ну, чем... Да, что... Это... Половину рожи ему этим буквально срезает. Это на обратном пути. Но каким-то образом он ещё живой. Это кошмар. Тифлинг это с криком за Дескари. Это поднимает какую-то склянку и выливает её на себя. И пока с ним ничего не происходит. Больше чего начинает это громко орать. Как будто бы от боли. Ясно. Вы видите, что у него под кожей что-то движется. А, блин. Это может быть опять та хуйнец, когда они при атаке лопались в свармы. Оркутсу. Так, Оркутсу, не тратя время на лишние размышления, подходит и просто этим же Маркенштерном бьёт демона. Пепс. Да, ну что ж, Адамантин Маркенштейн практически распыляет череп этого демона по всему помещению. Потому что неплохо. Как и должно. Я тут на секунду ходил, что Тифлинг делал. А Тифлинг, он вылил на себя какую-то шутку, пусть его начал орать от боли, и у него под кожей началось что-то двигаться. Айбис. А это были те демоны, у которых резист к палочке или нет? Это демоны, которые это... Вонючие облака делают. Да, которые делают вонючие облака. Ой-ой-ой. И сейчас я посмотрю. И нету, у них резисты нету. Потому что я помню, что против каких-то я кидала. Точно. Но это было не они? Были не они? Нет, это другие были. Это были более высокоранговые демоны. Это вот, знаете, самая днища армии демонов. Но они вонючие. Они могут сделать неприятно. Ну, тогда пометуя об этом, Айрис достает палочку и будет метить вот в того демона, которого она видит со своей позиции, который прямо напротив нее. Потому что других она не видит пока. Вот этого, да? Да, вот этого. Давай. Что ж, действительно, снаряды втыкают в его тело и эти дырки начинаются со чистой мерзкой шижей. Он так это проводит этой рукой по этой шиже. Это буквально лизнул ее, после чего так ртом выдохнул. Ах! Это и мерзкое вонючее облако это понесло в вашу сторону. Сволочь! Опять! Вы отвратительны. Ну, да. Что вы хотели. Это единственное, чем они, по сути, могут вам нагадить. И этим пользуются. Беззастенчивых. Где облако-то возникает? Ну, там всякое. Так, сейчас. Ну, пока все это фортуа 11. Так, я сейчас сниму. Там, по-моему, оно достаточно большое. Оно у нас радиус 20 футов, так что оно вас всех накроет. И форта, соответственно, да. Одиннадцатый чек. И вы даже... Так, проходит... Басара, Викторио... Ле... Точно, дважды надо снять. И даже Аркусова проходит. Тут, скорее, не даже Аркуса, а даже я прохожу с такими бросками. Ну, облако-то все равно где-то тут висит же тогда. Да, и вам надо будет из него выбираться. Ну, покажи, где оно... Ну, я сейчас... На самом деле, получается... А, стоп, это... Это радиус 10. Да. Так. Ну, я бы сказал как-то так. Так. Так, что это вроде радиус 20. Так, что все вокруг в дыму. Да. В... Так. А второй... это отходит на 5 футов за первого и начинает это... что-то призывать. Да, что... Ну, я полагаю, их тактику уже более-менее знаю. И... И... Ход Басара. Басара, ругаясь и зажимая нос, ищет, куда бы ему приткнуться. так... 5... 10... 15... 20... 25... 11... Он видит вот отсюда уже эти дрэччи. Ага. Но он пока еще в облаке, получается. Ага. видимо он останется в облаке под прикрытием слегка вонючих коров и попытается выстрелить в призывающего стоп призывает да да вот с этой клетки выстрелить ранее вот реча стрела на этот раз обычная расходная он тоже хладного железа так это у нас труба секунду ну да а еще я и даю снова форту потому что я закончил ход в облаке на инициативе или на конец хода а на конец хода что там это крича который успевает на сброске но остается в этом должно кидать этот а спас каждый раунд на на ход кричи да на ход кричи то есть когда они будут тогда ты можешь кидать их лярд у виттуре там перегрузу нет и он в легкой брони на ты этого не видишь это так тогда нормальный вопрос но просто это сейчас где в тему в тюк дыму выходит выходит из дома так ну и все потому что первый раунд так бримстоун о боже сейчас нажимаю ход так ну я к счастью прокинул поэтому я попробую выйти отсюда вот так мне хватает 20 футов движения и хрящнуть этого демона книгой давай причем я использую свою павер атаку свою включил и пока все атаки хриаса но и этого на самом деле ему хватает да потому что это холодное железо да впечатывается ему в рожу и раскалывать ему череп виттуре и пять десять пятнадцать двадцать двадцать пять виттуре выбегает и пытается ударить глифой от этого тифлинга которого явно вселяется какая-то демоническая хтонь давай по тифлингу ну да и ты это успеваешь это пронзить глифой его сердце это и он захлебывать кругу падает на землю и шевеление под его кожей чуть приостанавливает не ценить эти бдительности она еще может сделать какую-нибудь хуйню так аркутсо проходит вперед да это сюда опять встает ногами это отбрасывает ногами в сторону труп и поет все той же дубинкой так по цели так 13 правда там это 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 минус 8 урона да что практически это приламбы это в беда его ребра вглубь вглубь грудной клетки что если бы не дэр хватило бы айрис пока ты двигаешься тебе в этом облаке если ты вышел тебе не надо кидать фортуна да так 25 а тут у демона есть кавер от меня нет можно в него из арбалета но если ты по если это ты палочку типа бросила и в ходе достала арбалет туда он ему уже совсем хорошо да там стоп а почему у него нет кавера если это а там же аркутсо стоит все ну тогда я буду с ним палочку из палок короче из палочки шара хорошо ну этого ему хватает за что и действительно вы вы зачистили лестничную площадку а тифлинг что у него там кто-то живой в нем есть или нет ну как данная вы видите что у него под кожей что-то движется да но не так активно как двигалась пока он был живым если что виктория поддевает глифой толкило тело тифлинга чуть подальше не беспокойтесь леди айрис кажется он не доставит пока больше проблем тоже на что в принципе этот да что помещение как когда рассеивается вот этот вонючий туман до что можно смотреть их получение оно довольно простое что покрытие одной стену покрыто какими-то складывающими в причуливую вязь следами от когтей чем если на нее долго очень если не наездочку долго смотреть начинают так немного резать глаза и на полу и дышит сорванная со стены продольная полка ну да не похоже ничего полезного не стояла и каменная лестница ведет наверх хочу за труп там это он прошел скую стену из предыдущего придурок да просто я его чтобы это он там под ногами не путался добавил сюда ну что ж наверх а кстати у меня такой вопрос а это а посохала раз у нас этого кифлинга обыскивал он культистов-то полутал или нет кстати да хороший вопрос как минимум глеф и должен был забрать засунуть сумку благо она у него почти пустая и они как раз вылезают по размерам в основную карман ну ладно а что у них еще есть я не курс а я не помню а по моему так ты в башню не ходил чтобы этого пленника брать да ну да тогда наверное басар не в курсе она в принципе у них стандартно это культистская выкладка то есть мастер ворковые глефы кольчуги средние а потом и надо воде у них это выкачивать шерты а у них амбака чейншир ты пока глефа не святые символы не святая вода и по 2 целого на брата тогда наверное забрал глефы символы и а точнее по одному целого на брата партон тогда собрал зелье я символы и щуки понятика лвашки по моему тратили на самого меня не дали это не заклинание использовали ну мне кажется вот этот эпизод то что мы собрались группой перед лестницей переглядываемся между собой все или готовы идти далее на этом можно на сегодня закончить мы прошли уже и красивую еще будет нам даст будет чем заняться но мы еще не все зачистили он да там даже будет тяжелее но как вы готовы сегодня закончить или хотите что-то дальше двинуть нам бы крысы дождаться я бы хотел играть дальше но не знаю меня грезет вот ставлю оставшийся за спиной тайник натуральный грызет так она опять же что вы можете потратить это время на то что попытаться понять время которое мы тратим здесь и культисты будут тратить на взломывание этого камня или укрепление обороны вы знаете как думают пайза мне насрать как думает пайза прям сумму не насрать как думают культисты на к сожалению не в любой момент могут понять что здесь у них вторжение и отправиться уже в идее если это не портал так сказать все таки вот этот там вот эта светящаяся дверь не портал то если вот выломать как-то в стену левее арис то есть здесь вот по идее туда же должен привести куда куда это дверь это будет это будет не где быстро не 15 минут я думаю но нет но нажимам антимой но не да я это что это штата макина он ее сломает быстро но это как бы не той не пара раундов явно что это минут пять-десять именно проделать дырку чтобы она это чтобы туда можно было пройти ну я не знаю я все-таки стараюсь думать в первую очередь как бы из крестового похода которым я конечно присоединился сколько там всего лишь неделю назад как бы из крестового похода у меня у нас еще объект не очищенный до конца басар так думает что это прямой знак богов что только мы видим синее свечение и потому это подсказка которую мы не должны пропускать это что-то очень очень важно раз уж нам на него прямо показывают и чуть пальцами со всей своей божественной мощи что это что-то что может решить судьбу кинобеса потому что на мелочи боги бы не разменивались короче а там потом волшебная палка какая-нибудь стандарт искренний макски прикол мастерский замок да я взломал что 50 золотых и там пара тройку зелий да тогда сладкий рулет она ну ладно то есть я бы предложил на сегодня до завершения сегодня все таки завершим альфа слушай томска мы потом закончим за следующую сессию сейчас остановимся ну я надеюсь что то даже перевод нет ну просто я реально бы не знаю со своей работой как у меня получится выкраивать выходные или нет а но на самом деле я думаю что закончите так что в принципе ничто не должно сильно повышать это сделать да хотя конечно хотелось бы тогда чтобы в этот начать не в два часа в потому что либо закончить не вот как сегодня до часам к шести полу седьмого то есть потому что на последний понадобится чуть больше времени ну вот я так уже опять что здесь мы сейчас мы широкими много русской поселить просто здесь было не я говорю уже да не они слишком однозначный момент с тем что вы ну собственно это закатка это тайная дверь и так далее всякие там предметы обыск что дальше там будет этого немного меньше ну якорики я считаю что в принципе может получиться закончить но опять же на это нужно будет более не три часа как минимум четыре часа игры я предлагаю сейчас еще немножечко прийти вперед на полчасика чтобы точно успеть за следующую сессию но если вы готовы это делать да то давайте это сделаем ну окей ну ладно тогда мы поднимаемся наверх может быть все таки воспользуемся подсказкой богов когда нам не будут дышать в нос культисты а если там что-то что поможет спасти ключ камень ну что ж значит я так понимаю что это все таки басара игнорируют до что я бы даже сказал что я практически уверен что аркутсу это игнорирует битуре игнорирует так что я думаю что идем дальше так кто идет первым кто вторым какая последовательность он не будет идти первым посадят первым посадили ему не хочется куда идти я я иду я первым так как идет первым викторио аркутсу вассар такой порядок ну что ж викторио поднимаясь видит это щерящийся рожу это культиста и нацелены прямо на него этот лук на вот именно проход из двери и когда как только он поднимается начинает надо опять кидать инициативу за спиной за спиной этого тифлинга собралось уже несколько этих культистов поднялись давайте нет я не поднялась но соответственно это я понимаю просто там узкий проход что там нужно это я вообще не понимаю куда тыкаться нет но там мы там просто карта она дальше идет там другая другая карта я туда перенесу когда это когда будет возможность подняться а понятно так культисты петербург так ну что ж и вы видите как это как культисты они произносят знакомые уже викторио заклинание что он просто послуху может понять что это тоже самое что они читали в этом внизу и что после этого они стали защищенней так и но больше ничего они не делают только подходит еще вот так ближе и ход басара сейчас вижу только маленький краешек торчащего иди культиста я вижу краешек двух культистов даже не знаю с одной стороны кавер там есть ну ладно сар пытается выстрелить в стоящего впереди культиста без доспехов он же без доспеха да да не просто балаху стрела укрепленная химическая стрела укрепленная химическая он испечивает этот украина социум там плюс 4 отце к любому но это пухнет куду прийти так семнадцать знаешь не попал 18 за 18 лет пока тебе видно только то что басар там спустил стрелу там на 20 за 20 секундов там возможно будет кого-то на какую-то ровную поверхность выйти там я как раз говорю там вот за 20 футов движение там возможно будет подняться на какую-то поверхность пятифутовым нет нет за 20 футов говорю альфа мы же не видим ничего кроме сейчас ну в общем я пытаюсь объяснить что сейчас на практике на самом деле ситуация она даже вот примерно вот ситуация вот такая да что тут я не особо есть куда подниматься что сейчас все перегорожено собственно басарма а вкусу и витарио фактически наверно я думаю это там хотя бы вот чтобы за заяц чтобы так сказать или за кого тут еще можно там грубо я тут пока нечего делать потому что разве что блеск вырубить в общем то все собственно надо решить что делать то есть может быть жалко тогда пожалуй тут блеск рубить потому что тут просто тут двигаться тут даже не то что и не в этот не в следующий скорее всего даже ход то ты раунд в смысле некуда просто да тоже верно и так бляс и ход витарио а стоп а погоди ты это ты и 5 не помню не уменьшал или просто не блеск не надо так тогда витарио окей витарио делает наверное шаг вперед ну давай сразу тогда замок перехватываю на наручный хват и опять же таким немножко странным необычным движением из-за угла пытаюсь достать ближайшего тифлинга давай да но видимо это неудобно было перемещаться да и за угла бить неудобно поэтому про айрис ну айрис вообще ничего не может сделать то что она никого не видит понимаю ее никто не видит идти вперед она не будет поэтому она просто ждет взяв палочку на изготовку арбалет в левой руке палочка вправо на все собственно так тифлинги тем временем они открывают огонь из-за луков то есть хотя нет а так ступа это еще и тифлинги так керри в промах значит промах то что я уже переигрывать не буду я учту твои слова на будущее но сейчас переигрывать не буду итак эти двое бросают бросают свои луки это достают это короткие мячи и пытаются запырять витарио без какого-либо видимого успеха так так этот и он видит как рядом с ним это в стенку это бонзайца арбалетный болт бремстоун если там нет абсолютно никакого варианта чтобы выйти и начать но ты можешь занять это ты можешь вот сейчас витарио он вышел вперед да и ты можешь занять его место подняться наверх тогда я так и сделаю вот так хорошо в таком случае мне видны по крайней мере несколько из этих ребят так и тогда я просто а то есть одна из них здесь стоит прямо в эту вплотную ну а то есть по идее я могу попробовать вот вот это и вломить с этим с кавером да ну да тогда я так и сделаю паузу давай там у нас по словам нету хера пойнтов видать еще нет а и так что ж и когда вы да я думаю что бримстоун а витторио а вот может даже аркутсу и басар они видят как за это за таким оккультистами начинает кружиться это так какой-то багровый туман сквозь который начинает проступать какие-то очертания козлообразных фигур так щас ой ёл а такс и аркутсу да ну блин теперь я чувствую себя плохо потому что я занял место аркутсу ну не знаю что это сделать он будет злобно материться на да крабачку он не прокинет он может выждать так ну что ж аркутсу он берет и срываясь это с пояса кинжал кидает его в одного из этих тифлингов но из-за того что много прикрытия он к сожалению промахивается даже если он изучает эту цель так так ой это так культисты одни один проходит один делает шаг сюда а другой приносит так 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 он делает шаг сюда и командует аркутсу бросить глифу это вилл сейф аркутсу или витарио ой пардон но это соответственно этот майн дефектинга все дела вот так и но туды 23 99 урона так и решил товарищу работает соответственно 5 урон тебе 4 месяца и ход по за который через ряд пытался меня ударить на до 1 через ряд он там как-то даже с камерам напугает он попал до сара сейчас одна единственная цель он снова пытается выстрелить по тому же культисту снова прочную химической стрелой что я могу сказать это так плюс это достойно что если бы если бы не кавер было бы еще подтвержденный крит но так это просто по вот этому да ну да я только его и вижу 6 урона 6 лерт точнее все бы снова вписать ну в общем тут пока пока гайдинс так сказать на аристинам так или он спасибо конечно мне как-то не актуально по крайней мере он там по крайней мере минуту будет так что надо кстати может придется с борцов какой-то да пока что просто некуда и витарио так такой вопрос вот эта штука вот эта часть стены которая между мной и бреймстоун это прям деревянная стенка стенка или это какое-то такое высокое перила которые там нет стенка стенка так что насколько я понимаю это именно стенка ну конечно сейчас погоди кааа а может быть на самом деле это и перила сейчас я посмотрю пардон я здесь мукаш сейчас 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 это витарио витарио снова всякие промовы будет делать который в этот раз не факт что получится конечно но это зависит сейчас вот это того что альфа скажет ну знаешь я наверное думаю что это не стенка а действительно через это можно перепрыгнуть да то есть хотя нет тогда это а ну нет в принципе логично потому что баса там стоит тогда внизу и ему плохо видно но если подтянуться можно будет перепрыгнуть окей то есть чисто в теории я могу оперевшись на глифу сделать такой вот акробатический этюд вот сюда это так будет я так понимаю с меня будет бросок в акробатики ну да это что и там это надо посмотреть как там это скорее всего будет провоцировать аппарту как минимум вот этого тифлинга ну по идее чтобы избежать аппарты тоже можно бросить акробатику ну и чтобы избежать и чтобы это перепрыгнуть ну короче делаю два броска акробатики собственно первый на прыжок второй на то чтобы избежать и провоцировать провоцированную атаку давай так окей давай тогда сначала на прыжок хорошо так что в принципе я думаю это значим на глазах у изумленной публики витарио толкнувшись стены и глифы как-то делают сальтуху перепрыгивает вот в свободное пространство освобождая ход и я так понимаю нет не будет теперь а от провоцированные атаки ты получаешь атаку этих от культиста и от носа тифлинга это культиста окей это получается это один бросок против двух атак я так понимаю верный а он от культиста же не получает атаку у культистаричовое оружие авер сквозь кавер не бьются атаки ну хорошо хорошо не бьется ну ладно окей получает так но скажем так это значит а вот тифлинг как ни странно попадает так что это 4 урона соответственно 2 тебе 2 окей принято и в общем то вырвавшись на оперативный простор тогда собственно удар глифы лечит в этого минус 2 тебя удар глифы летит в этого как раз стифлинга который перекрывает проход ну и ему это удар от глифы хват айрис айрис ну ладно айрис ну ладно айрис тогда стоит а что еще остается делать сорян но тут слишком жарко ну тут как то то есть я вижу только головы тех кто стоит впереди меня и все Значит ничего, да? Ну да. Летать я еще не умею. Так, один тифлинг занимает место павшего, другой подходит, доставая меч, и оба они пытаются подборнуть тебя своими короткими мечами. Промах. А вот второй попал. Дорачу собственно свой панаж на то, чтобы заблокировать. А ну давай блокируй. Так и там что должно быть? Это урон больше? Нет, а если атака больше, то собственно я блокирую эту атаку. Ну вот ты заблокировал эту атаку. И сразу тогда вторая атака встречная летит ему на... Промахиваюсь. Да. Бремстоун. Так. Ну, раз такое дело, то я думаю, я потрачу еще немножко своих ресурсов. и раз мы определили, что через кавер не бьется от порта, я с Каспи сперечел вэппен и поставлю его вот сюда. вэппен все вэппен да. а какое там, кстати, уночь, что, кстати, что там свято? Сюда? вот сразу вот сюда этого тифлинга но он не не делает никаких флангов окей да и за мобоксан я спускаюсь а почему тебя сперечил в плюс 3 урона наносит так плюс так надо по хорошему там плюс один должен быть окей так и ты куда спускаешься за басара но пока пусть так будет к сожалению так кто самый смелый хочет кинуть 1d3 давай и нет места как самый невезучий что-то пошло не так странно чуть не вроде стоит дам этот дамаг это берите нафиг дан то есть 1 до 8 плюс 1 и тут скри вопрос почему тебя плюс плюс 3 вот это так это всего лишь ну что ж и викторию ты вернулся те кто наверху басар и аркутсов видят как сквозь этот сквозь вот этот туб глубившийся тубан появляются очертания это трех это рогатых человекоподобных демонов с которыми они уже сталкивались эти демоны они сжимают в руках это это алебарды которые это и с таким явным нетерпением поглядывают на вас серьезно трое не за действительно подтверждаю трое говорит что умеется неудачные броски вот это был неудачный бросок но они пока еще только появляются из тумана или чего как-то не появились они уже появились а вышел демон из тумана вынув лев из кармана и аркутсово так так аркутсово проходит сюда не заботясь об обратных порт и которых принц наверное тоже не следует даже здесь кавер в любом случае там промах и так своим мечом а ну нахрен убивает одного из культистов не курит точнее этих как там их тифлингов а так тифлинки айтас не тифлинки одно на это раз уже действительно культисты атакуют и этот один из них отходит назад так кстати а этот меч может быть атака в патенте по моему не она тогда не провоцирует атаки один нам бьет по викторию и так у викторио так 18 это с учетом как там с учетом щелдавра нет к совету это чисто счет азар плюс один дает же да но я надо записывать но тогда в 19 он тоже попадает это четыре урона совсем два тебе два верта окей и ход басара басар немножечко поднимается по лестнице отсюда он к ним конечно плохо видно но пиг на двух демонов и одного культиста он пытается выстрелить демона используется прочная стрела и что вырал к сожалению видео промах все-таки неудобно стрелять вверх по лестнице да это к сожалению про лет ты чувствуешь на своей шкуре что там сверху викторию потихоньку режут басарту как-то передвинулся или он подвинулся вперед у нас на нашем словах как-то чисто у вас то есть еще аркута тут стоит так 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 аркута ушел а вот теперь у вас вот так так и я так понял мы не считаем нам эту лестницу дефекал террином на рейх это вроде по умолчанию дефекал террин по моему не считали как раз и вот тут последний несколько раз все считали просто это все двигались могут любить футовыми да да то есть как-то блин стоун он здесь на самом деле он отошел там где стоит айрес но путь будет он здесь именно плане стрельбы что-нибудь видно с той позиции где сейчас я него не видно и брэмстон стоит после меня получается а он отходил а он отходил хорошему он думал что займет это место которое этот которая айрена котором али сейчас стоит но на самом деле он вот так занимает место и чтобы исключать из вот этого ченнел надо видеть на дан тех кого ты не видишь по тем ты не попадешь это вроде к низкой где распространяется вообще сквозь все пока что там хотя бы вот блин стол на том месте где он есть просто некуда подниматься фактически ну что он тут даже если вот вот это где ари из стоит не считается фикал тюрином том все равно и докуда все равно до сюда доходит все фактически а то есть это войной моб или ты не может войной моб а часто могу но это у нас будет кока ну да тогда сюда доходит на следующий ход он отсюда чуть видит окно вот собственно эти передвину теперь у тебя должна быть нормальная видимость так откуда она в сторону жуть и векторию ситуация сильно ухудшилась поскольку ты по 5 4 помнишь как тебя даже одно такое существует чуть было не вспорола да я это помню поэтому так у меня вопрос такой напомните выпивание зеркал и у нас мув экшен или стандарт 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 и приведу и приведу они и при выпивании я просто что-то затупил надо было хотя они получатся сейчас после меня ходить будут значит чертежа а пики оттуда и умеешь за свист лечиться и право я в хэнс что ли нет а про другое хотел ладно она будем смотреть насколько госпожа удачной моей стране понимаешь что надо потихоньку расчищать себе то и хочу собственно глифой добить этого тифлинга который сейчас рядом со мной альфа так да и этого удара вполне хватает этому тифлингу так что она ты вокруг себя вместо расчистил так не сейчас секунду лардо ну тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-там вай да не может наверное оставить на айрис сделаем так я сделал пятифутовой в сторону и замов экшен перехватываю собственно глифу на двуручный хват дистанционный и айрис да что ж такое-то поражение на лестницах не мерзкая вещь да я просто вообще не не понимаю как что сделать это то есть мне чтобы что-то сделать нужно выйти за мезу получается там вся лестница сейчас занята четырьмя пушками которые не толкаются локтями смотри просто там сейчас дальше ход аркутсу будет и прям стоуна да но прям что он вообще все свои движения должен быть потратить только чтобы выйти он тогда это а порту получит и кстати мушки акробатику чтобы попытаться залить как этот или клайм чтобы пытаться залить как это как викторию сделал у меня кстати есть колечко клайба я тогда окажусь среди этих демонов нет еще не на место бринстоуна то не окажешься ты можешь выждать пока бринстоу не освободит место у нас вот эта лестница она получается не сплошная каменная стена а можно залезть на нее как-то что ли да выходит что так там есть перила можно схватиться подтянуться залезть давай лучше действительно за меня сделаешь делай я я сейчас попробую идти из этого из спускаться раз такое дело нет мне нужно видеть этих демонов сейчас док не свою маневать их можно все спустимся чтобы они действительно они по 1 будут или они тоже смогут спрыгнуть к нам они во первых смогут спрыгнуть во вторых мы тогда бусим витарио 1 2 против превосходящих орд ладно я пока тела и за прям стол на и бринстоуна там сколько этих период надо кинуть чтобы забраться в них хороший вопрос я заброшу клайн попробую меня у меня волшебное колечко должен мне помочь и это боги дайсов не встретим не пожалуйста что тут ты можешь в раскоряку лезть используя противоположность и я думаю что это боги дайсов улыбнули прям стоуну и он до залез вот это был мой один экшен и я я так понимаю и за свой обычный экшен есть не направляю свое спиричевое оружие на дублин на кого-то из этих наверное пусть будет вот на этого товарища на культиста давай боги даровали один дайс и все даже с бляссом нет или блясс не действует как он укончится если его не заказал буквально в первом боя но все равно он там с это она блин нет но в леса он не кончился но все равно там это плюс одного бы не хватило ладно со своим местом рис может залезть на эти перила или нужно подвинуться на место брендстоуна и залезть уже а ну тогда и это полностью полностью 2 мова потратить и попытаться залезть на перила тоже можно прямо отсюда кидать волшебность демонов ну вот прямо отсюда я ничего не вижу по-прежнему никого клетки там видишь кусочек я вижу да кстати два кусочка учитывая что волшебные стрелы не делают бросок атаки этого достаточно так это считается что я уже поднялась или как ты поднялась вот счет я кидать это я не кидала между надо клайп наверно сначала кидать лестнице а все господи я туплю просто я вообще ничего не вижу и не понимаю что я вижу вот кроме вот этих четырех клеточек такова жизнь сверху перила лестнице снизу сзади снизу перила лестнице сзади справа и спереди есть стены и будет три человека свет пушку так собственно если пучки да эти будешь магическое оружие используют против этих существ да у них есть сопротивление магии я вижу двух каких-то кусочек существ и не понимаю кто это вот это это демона это как раз те рогатые демоны которые один из которых чуть было не вспорол это живут битарио в башне и вы захватить захватили этого пленника только тут их больше ну ладно я значит буду херачить потому кого вижу хотя бы попробую как минимум давай тогда попробую потому кто ближе тогда сразу кидает и 3d20 на это на преодоление защиты но 2 пробивают соответственно 1 не пробивается значит это у нас получается так то 6 и тема на так какой там этот а кэнтбе хант а так ухан физикала такс но по-хорошему на самом деле тема над этого наверное не знают пусть бросит 0 и шагана поэтому первый же из них пытается это поднуть это оружие ну по понятным причинам это у него абсолютно безуспешно более того он промахивается второй из них это проходит вот так кстати получая порту от витторио это с таким этим хитрым это с ебаческим смехом смотрим на то как витторио промахивает ли мы не пускай ударные клипы и падает уже викторию хочу по наш так ну хорошо так давай ну да мать пил собственно витторио коспоит таких андоранских тореадоров как-то видно глифой отбивая в стену и собственно за счет того что я успешно добиваю как раз еще дополнительно глифой хочу его приложить а между ручный хват да ведь это вручный хват к сожалению ладно значит маневр не удался это означает что ты даже не мог парировать угрожать этой клетке но в любом случае на самом деле демон промахнулся по викторию так что парирование было тени тут нигде не стоит служит должен угрожать клетки так ну вот тогда зачем это говорить выкрутиться выкрутился хорошо 1 1 пережили так я полагаю тебя нету нескольких атак да тут есть разница так ну что ж тогда один проходит вот сюда и бодает уже прям стоун так ну че ты мне везет наброски это хорошо потому что один из них пытался ботнуть это оружие безуспешно так и вы видите как из комнаты выходит еще один такой демон это со злорадной ухмылкой до лица и так он это облизывается в это 3 свои алебарды и вы видите как так вы жилет начинает немного дымится о господи сколько их аркутсо так но аркутсо на самом деле это делает шаг сюда поскольку это уже не лестница и это доставая кстати русский витар из совсем у маха бьет демона но безуспешно пригодился этот самый был аутсайдер бы иметь но у его прихватизировал витарио не использует а культисты до культисты культист это один подходит сюда так и глифой пьет аркутсо другой бьет и глифой витарио но оба за счет ковера не попадают баса 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 видит одного противника только сейчас а именно демона который пытался поднуть силовую клинок и вот и вы пытается выстрелить по идее тут 1 перила то он здесь вот в общем то тут можно видеть по идее перила стрела улетает к черту на рога и он когда пытается подняться вверх перелезть таки через эти перила на оперативный простор но смотри у тебя прямо над тобой находится этот демон да я понимаю что я говорю что да он прямо над тобой находится но теоретически это место где аркутсо стояла да наверное наверное действительно подойду тогда ли артах будет среди вот этих тем демонов и культистов есть как-то не победит совсем не победит и а ну на самом деле вроде как а стопа видимо не с того сняла большинство этих на самом деле не побитый потому что там витари он разбросал только этих только тифлингов они пока еще не трон так а тифлинги мертвы или мертвы так же какого-то тем она попала вообще я говорю я это я это помню да что он есть но это не только сильный урон ему бы ладно так сказать тогда так как мою витарио да и маркуются уже побитый немного порядок арку за нет арку своего не попитая вот витарио порядочно так а перила дают кавида принципе да не путавать кавер основная идея то что сейчас птички достать палочку рейди после витарио и когда он там например пятифутница сказать сюда так сказать так нет его палочкой то что если только витарио и лев ты кстати побитые сейчас ну как-то может заговорить до после витарио и сказать ему шагай сюда так даже лучше нам значит делаешь это после витарио и ход витарио а что говоришь мне отступать хотя бы ближе подойти на а почему бы и нет почему мы не этим не воспользоваться собственно витарио перескакивают сторону становится рядом с аркуцио и пытается шпрахнуть вот это ты замов наверное еще это перехватываешь на короткий хват блин точно я забыл ну как раз пятифутовый муф из на кого-то я просто напоминаю на сорян где она у меня да там темно со окружения дает 20 попадаешь по дальше ты ощущаешь что это что вот ситуация когда у тебя есть оружие тихо клипа из холодного железа и когда у тебя ее деду это две разных ситуации для очень разных ситуаций такой такой битве и софта ход лерта да что думаю тут сказать нет целое любом случае целого народу думаю все таки видим как то уже на всякий случай именно вот так сказать от первого круга именно так сказать то есть нормально как сделать действительно так сказать ну по крайней мере если если а если выпадет один чтобы было не 25 ты свое заклинание тратить на раме нам почти 5 а почему написано что не в счет не в счет это в смысле не не в счет известных заклинаний у меня тут пометка для себя просто когда что же плюс 6 получается там ну прям стоун ну чтож теперь когда виталию стал во флангующую позицию я наконец смогу использовать свои тимборк фит за свифту я наделяю свою волшебную книгу этими волшебными силами делаю ее плюс один книгой на один раунд и я сама сощурив сощурившись на этого демона пытаюсь приложить ему по лицу своей книги который теперь у меня делает еще эту снегу за фланг хорошо атака у тебя блес учтен блес учтен нет не учтен бафах его нету в бафах и нету она галочка стоит можно не очень не учелся без рекулькурита а так а может быть это блеск он у нас какой бонус мораль близ дает мораль пусть стакается с ума джекотом ты уверен что он тебя ну пересчитай но нет но если это пара нет если этот если я написано плюс 8 в броске да вот так как я пересчитал атаке у тебя тоже плюс 8 8 со флангом будет 18 бафыш обычно отмечаются когда они активны так но хорошо значит это у тебя плюс 1 мораль плюс 1 на на ханс у меня еще минус 1 за павер атаку нет проверки у меня есть этот самый фит который пиранья страйк который на это тоже минус 1 плюс 2 на дамаг ну ладно короче поверим это поверим этому поверим калькулятору да что если ты его там правильно писал а а нет погодя где у тебя или атак минус 1 блять вот у тебя конечно этот проще да вот проще тупо таки прописывать чем карьерас прошел кучу эту лабуду которую еще иногда она на самом деле не очень хорошо работает так минус 1 так блин а ты книга и вот чего-то кушать силы от локости от локости ранее тена за магическое оружие один за пол и а в этом фокус у тебя есть линия там плюс один получается за для книги вписан в класс это все вписано да все там короче все там правильно посчиталось это действительно там плюс 8 то погодите это 7 а потом спал я вот даже не веришь там правильно посчитал их там может быть даже это даже 7 на самом деле то есть ярким а если мы так застряли тут я промахнулся да ну да там вопрос был это груб говоря в этот под ровно по единице отце ну да ты все-таки промахнулся так айрис так я вижу всю сцену боя вопрос есть ли и айрис но если там перила какие-нибудь резные то наверное есть какая-то но ты понимаешь что демон вот здесь да вот это вот этих тема вот где он ты видишь кое-как остальных которые вот здесь которые вот ниже ты не видишь наверно ты можешь подняться немножко по лестнице а стой 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 я это самый у меня еще осталось перечил воприн атака статья такой не направлял его она продолжать да и она продолжает по нему промахиваться мы их уснем Да, теперь Айрис Айрис немного поднялась повыше И теперь она видит демона, который, наверное, ровно напротив Который атакует Бримстоун Ну, кое-как ты его, наверное, можешь видеть Это его холку и рэга Так что Magic Missile туда может быть направить А, кстати, это порты не вызовет Через кавер же не... А, ну да, кавер Пардон Значит, не вызовет Ну, значит, я буду фигачить по нему, потому что он опасен Ну, соответственно, 3D20, чтобы это... Ты сначала кидай 3D20, а потом сколько урона прилетит Да, без разницы, на самом деле У Айрис харизма как... Она же от харизма кастует? Ну да Это палочка Тут кастер-левел палочки берется Пятерка Так Ну тогда, да, тогда все попадает Как ужасно сражаться на лестнице Да, я не буду с этим спорить Так Значит, один демон А, кстати, интересно Я так понимаю, что спиричилл вэпен не дает кавера? Нет Он ничего не дает Ни кавера, ни фланка Ну что ж, один тогда пыркает, делает шаг вперед и размахивается алиб... Это и... это... верское оружие летит в сторону бримстоуна Так, семнадцать... не попало Алибарды, это же не ричевая Что? Алиана не ричевая? Там, наверное, почему-то было уверено, что она ричевая Ааа, блядь... Я думаю, нам стоит остановиться в какой-то момент Мы уже сидим четыре часа Как-то... как-то там есть вот это... Если хелбрид, то вроде бы рич Если... нет, наоборот Блин, ну это... Глифа рич Нет, там вот есть... а есть... А вот с алибардой есть вот другая гизарма и хелбрид Которые на русском фактически... Обе зачастую переводятся как алибарда Но, так сказать, одна с ричем, другая без Ну, хорошо, просто очень странно И потому что даже на арте там вполне конкретно это Оружие, которое выглядит как ричевое оружие Ну, что ж, тогда он бьет вот после этого шага не бримстоуна А Витторио Но все равно по нему промахивается Да, что... То же самое пытается сделать... Точнее, шагнув вот сюда А это делает другой И на этот раз попадает Это 10 урона В кого? Витторио А Витторио пытается парировать, да? Окей Парировать нужно до того, как я сказали поправить или помазать Ну... Ну, блин, и издержки, и издержки Роуки Что... Так, ну и да, он парирует Будет контратака или нет? А, да, они же это в речи, в речи Да, контратака будет Так, ну и если у тебя там этот блеск не учтен, то не попал И учтен, то попал Блеск не учтенный, то это плюс один же дает? 19, короче Да, тогда попало Это вот этого, по-моему, было, да? Да И, знаешь, ему этого даже хватит И он растворяется, это... И он падает на землю и растворяется в таком облачке Так Этот... Осталось всего лишь 3 демона Да, этот обходит вот так Кстати, Аркутсио пробивает на порту Тогда по дему На самом деле он пытается обойти и так Потому и тогда Аркутсио, Бремстоуна и Викторию могут даже пробить Викторию попадает Все, он убегает, что ли? Так, Аркутсио промахивается Так, Абремстоун Промахивается Тоже, а этот... Тогда он, наверное, подходит сюда У Аркутсио дополнительных атак нет И бьет Аркутсио Погоди, Аркутсио уже потратила такую возможность... Я ей говорю, что по Аркутсио дополнительных атак нет Я про другое Если у него нет комбат рефлексов, он после парирования, другие аппорты выдавать не может Потому что парирование тратит аппорту Тогда Викторию не попало Так, и это печально И так, и по это по Аркутсу прилетает 5 единиц урона А у него есть этот щелдавр? Да, на Аркутсио и на Викторию По нему попали Ход Аркутсио И Аркутсио хочет ответить демону взаимности Так, и ему даже это удается Так, это у нас получается минус 10 Почему не используют стадо? Акерия Так, культист Что культисты могут сделать? Культист может сделать 5 футовый счета И они оба атакуют Аркутсио Так, кстати, минус 3 Минус 3 Аркутсио, минус 2 лет За предыдущую атаку от этого демона И алебардами своими они промахиваются Басар 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 наглую пользуется тем, что Для от этого угла Он не имеет кавера И пытается ранить культиста Ранит Отлично Викторио Ну, собственно, Викторио сражается С вот этим вот товарищем Который прямо перед ним Раз пока у него есть такая возможность Знаешь, а я даже потрачу еще один панаж Сейчас объясню на что На Precise Strike Вот Это удвоение вот этого Precision бонуса То есть не 14, а 18 урона Ну, за что я с свифтом и переда Извините, издержки Я и меня много неправильно играл Ну, ладно Элерт Так, из наших тут пока Только Виталии все еще, да? По кодцам Ирк Но я легко раненый Я еще проделюсь Мезо, ты списал переданный урон от Аркусова? Да, как раз, как раз писал, да Там 25 было Хорошо Угу Так То есть По кодцам чуть-чуть Аркутс И там Виторио И Бримстоун Там вроде бы как раз и выйдет Всего Я, по-моему, почти не трогал Лечить пока некого Если только себя Так Ну, честно говоря, тогда С этой позиции Там через перелог До Аркутсова дотронуться можно, да? До ножки Аркутсова, наверное, можно Пусть так-то Несут его к релевантов Бежим так И тут, если кому-то надо Пока что может там Отойти Как-то надеюсь Тогда уж Там Или Аркутсова Не надо, чтобы Тут, кстати, для стрельбы Ну, ей надо хоть кого-то видеть Ну, тогда здесь Покажу Прямстоун Так, учитывая, что Тут вокруг все плохо Я Сейчас Все лагает Я потрачу еще один стилсот Чтобы Сделать на себя Дивайн Фавор Это раз И, соответственно Теперь еще век Продолжает атаковать Крутиста Окей Давай Ну, это даже попадает Так, не флагу У тебя почему-то бафы действуют на спиричу вэпн Было плюс 3, а тогда стало плюс 5 Ну, там все равно даже с плюс 3 он попал И если это раненый культист Это, по-моему, раненый культист То он даже его убил Хорошо У меня уже слишком болит голова, чтобы разбираться Так, Айрис Теперь мне Я, чтобы кого-то увидеть Мне нужно подниматься На перила там А нельзя подняться на перила, ухватившись И не перелезать на другую сторону? Ну, я тогда буду требовать кидать концентрацию на это На всякое Да, потому что с такой позиции кастовать очень неудобно Так, спил триггер же палочки не требует концентрации Так, керри Ну, если только палочкой Я же палочкой, в общем-то, и работаю Все, хорошо Так, можешь это кастовать палочкой Но нужно кинуть клайм, чтобы забраться на перила Или не надо? Да, нужен клайм Так Ну, что ж Да, ты взбираешься Так что тебе лучше видно теперь Поле боя Ну, и арбалет она, наверное, бросила, чтобы не мешали лезть И только палочку оставила И теперь она может фигачить по демонам А вот мне интересно А тот демон, который стоит возле двери Он что собирается делать? Собирается рашить или как? Или он собрался убегать? Что-то он собирается делать Я просто не понимаю Он повернул Повернуть в какую сторону? А, ну, теоретически это Он это Добежал до двери И повернулся к вам То есть рашить? Ну, возможно Ну, хорошо Тогда я попробую по нему и пробить Оставать такой позиции я что-то не хочу Ну, соответственно, это 3D20 Ну, две попали Соответственно, это 3 плюс 2 минус 5 Ну, и действительно Один из них бросается рогами прямо на это На Бримстоуна И, соответственно, это Перевцом включает 17 единиц урона Это очень много Что? Это очень много Да, что потому что Он с ним приходит принотуру Что было с Виндурёв Прошлый ход А эти продолжают размахивать Своими рогами и алебардами Когда в следующий раз мы будем СМС-то проситься Ещё только на один энкаунтер То я скажу нет Ну, а прикинь, мы бы ты в следующей сессии играли Так, и, значит Это Викторио получает алебарды На 9 урона 4, да, мне Да Да Аркутсо Получает рогами на 6 урона Ещё 3 Эркутсо Подражает врубаться в демона Но на этот раз в подраненного Но промахивает Так, стоп А, но он изучает цель Плюс 1 И блес Так, я ему включил блес Или нет? Плюс блес Плюс гайденс Это я просто хочу проверить Может быть, я ему уже включил Так, а ты ему гайденс, по-моему, дал, да? Да, именно вкуса Плюс 1, плюс 1 И, да, он ранит ещё сильнее этого демона Минус 9 Сникана изучима не идёт Или там она Нет, ну а ты с чего ему сникутил А, нет, всё вспомнил То, что нет Там В обратную В обратную Это работает Так, из-за угла выходит ещё один культист И алибарды пытается достать И ему это Алибарды или гизармы Его глифа Глифой Так, Шилдавр Дождь, а вон бьёт, ты сказал? Аркулцу Так, глифа рич Я говорю про вот этого Который вышел из-за угла Ясно Просто увидел что-то другого двину Толщит, Шилдавр даёт плюс 1 на этот на АЦ Да Дефляшн Так Да, тогда не попадает А у Аркулова Был этот Печка у него, по-моему, было Нет, не было у него кольца Так что, да Тогда это попадает Точнее, не попадает Так, и этот Он пытается полечить демона Кусу может пробить Аппарту Ну, и да, действительно пробивает Так, так эээээ... ход басара а кого что пытался этот курс сделать подлечить демона да не просто пытался ему это удалось и примера на то что его хорошенько так приложилась к метару марку цу хорошо вот тут демон насколько сильно победа выглядит но полумертво хорошо тогда вас решает оставить его викторию и попытаться добить раненого культиста аккуратненько высовываясь между аркутский угол пытается выстрелить но стрела улетает мимо викторио а к с хиром пить закрыл чарник погодя у тебя нету этих макросов выведенных да нету нет я понял лерт так сказать исключая включая всех сильно побитых радиусом какой-то веки хорошо что исключил и будет и бринс сторону по идее нам дать это был очень хороший чиновник арис сейчас на прилу их висит на вид понимаем да их нет я что спрашивал прошлого подойти вот так чтобы освободить я из можно можно пройти под айрис пригнувшись вниз на вот так как там так и тонна что условно говоря я не хочу быть слишком близко к этому демону поэтому я сделал пятифутовый шаг вот сюда в сторону и на самом деле добить этого этого недобитка до тех пор я сначала вот моя это заморочен перенаправляют этот спиричу вэпон на вот этого культиста это будет его последняя атака я выключил все бафы поэтому теперь она атакует само по себе и она промахивается дальше пить демона а это ты промахиваешься хорошо оружие это ты был оружием написано стричку в а ну да так а ты же хотела убить я так понял этого демона сейчас я буду бить демона кик это бэйби ну вот еще и много и хватило бы там этот самый divine weapon не посчитан не вписался а ну тогда хватило так что и это тоже растворяется в облаке дыма айрис и такого у нас осталось два демона и два кутиста а демоны насколько целая они так практически не тронуты так что одного подключил культист и еще один не особо было поранено тогда наверно имеет смысл зарядить в культиста чтобы он больше не лечил их гаси этих уродов так это из палочки в того кого кто лечил демона так это 7 уробненько хватает кого теперь у меня интересный вопрос чаджики вот ну я минимум 10 футов и чашу но ты и говорю я понимаю что нужно минимум 10 футов то есть вот условно говоря если он вот так подойдет и вот так подойдет это будет считаться чашу это не будет считаться чашу потому что чаш это только в ближайшую клетку с которой можно атаковать цель то есть если он хочет чашить в виттуре он обязан чашу в эту клетку она занята на прям стол на если наступит допустим на 5 шагов назад в эту клетку технически он не может чашить в эту клетку чаш обязательно в ближайшую с которой можно атаковать цель ближайшие это вот это она занят так ну чтож что я могу тогда сказать он решает не мудрствовать лукаво а просто подойти и начать их рубить так у тебя все весь отца учтен да да ну что ж тогда тебе придает просто рогами на 7 урона так а этот вот он решает что лучше ему это попытаться атаковать виттуре а он делает шаг сюда и 19 и 19 он попадает алебарды на 8 урона 4 уцел это делает шаг сюда сюда и рубить изучив его предварительно но промахивается культист делает шаг сюда и рубит на этот раз уже виттуре и промахивается и ход базара базар пытается подстрелить высунувшегося культиста на этот раз он берет не алхимически укрепленную стрелу а самую обычную видим потому что если ты был из учитываешь тогда промахивается виттуре достала тяжелую артиллерию виттуре делают пятифутовый сюда возносит молитву вечной розы дабы она направила его руку сразить это зло и собственно смайт летит в этого с хиром и знаешь 19 моя доспехов 20 даже я была с не учитывал так и все равно промахивается к сожалению это но понятно это этот поэтому попасть как-то немного сложнее чем по остальным alert у нас все еще рунком стон виттуре довольно подраненные на это понимаю прям что он довольно подранит викторио более-менее нормальный ну а курсы тут там у него даже нормальной тоже уже нормально то есть не там больше трех урона было на но еще так больше половины грубо говоря у жилых тем арбуза нормальной абсолютно у него это видео трех хитов не хватает брюмстон там все-таки на 7 урона сейчас подбили на свои позиции он может ему в ногу так сказать я бы сказал что лучше вот сюда перебраться чтобы пытаться его это отличить и теперь ход прям стоуна которого полечили восемь хитов я разговаривал что я не остался последний заряд волшебного оружия поэтому я его использую сделаю им свою книгу волшебный до конца своего хода до конца этого раунда точнее что я буду просто пытаться сделать что-то плохое с этим делом который меня забадал потому что этот уже и так окруженный его его сложно будет пить мне все плохо короче говоря ничего хорошего по идеи сейчас все бафы должны быть неважно короче проехали что-то во втором шагом я делаю шаг назад что-то вовт совсем отвалился к сожалению а в общем грустно все попали самое чего-то чего-то его подвинул сейчас же ход аэрис а ну да ход аэрис окей значит все пока еще не грустно аэрис его не убьет одним ходом чтобы кастаной час не нужно концентрацию кинуть именно кастаной то ну либо можно спуститься и правда тогда ты и практически никого когда я не буду видеть ничего перед это очень не хочется чтобы виталию этого запинали нормально еще продержусь мне даже помочь то супа деть авиаторий по состоянию относительно целый ну он левонько подрай легко раненый ладно и тогда попробую в этого демона который ближний ближе ко мне зарядить хэвэнли фаером ты совсем забыла про него что-то на это спал лайк это как касс считается так где-то мне был концентрация мы будем считать что это прошло так попало и 4 урона потому что он игнорит все его защиты так а теперь демоны они окружают викторию и начинает попеременно его падать и и рубить алибардами и в принципе у них это витория ты будешь это использовать свой это по нашему парировать что-то буду использовать по нас чтобы хоть что-то спарировать какую именно атаку так ну да действительно там по так какие попадут нет нельзя ты должен заявить защиту от атаки в тебя она летит но еще буду знаешь пополам или нет да то есть в принципе может от первой же атаки заявить может там случайно кид 1 до 4 чтобы сказать это какой атаке заявить а может доставить самую опасную давай тройку 30 ну чтож я поздравляю да ты пытаешься парировать и ударали бортой парируй или этот и кино да это это я по ошибке так но на 22 до 22 тебе задалось парировать поэтому это получаешь только неприятный удар рогами уже вот на 4 хита на 2 до на 2 или те так как интернет возможно у меня по наши закончились поэтому нет лизы и контратак взаимедеет просто я сейчас погоди перечитаем там контракт атаковать можно только если еще есть по наш да я помню на аж там было какое такое ограничение то есть виду так сказать оставлять для витариум килл и да уже неважно же главное хоть как-то выжить а вот аркуса сейчас попадается с никакой и довольно больно это прорубает ребят вот этому демона так том ходит культисты и пусть это пытаются отомстить за своих победителей но промахивается и басар убери культиста с нас пожалуйста и рейты с нами еще и Продолжение следует... 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 Ну как-то да... Она же... По идее как... Если я на кого-то сделал смайт... Это получается отмеченная цель... И я по ней... Собственно могу бить... С бонусом как за смайт, верно? Пока она не умрет... Пока она не умрет... просто тащи ни одного крита не выпало тела и воруют может я не знаю фартанет не фартанет с плюс 13 то кинуть аллилуйя я че это интернет дропнул у меня пропал интернет чертов укор телеком ну ладно хорошей серии вернулся давайте еще давайте подъем до объем так и ход басара собственно какая ситуация насколько ранены демоны так ну один сильнее подранен вот этот этот послабее но в целом так средне ранее оккультист полностью здоров да ладно тогда наверное выстрелю культиста да использую обычную стрелу ну окей да ему больно в него воткнуть это длинная острые стрела витарио у меня такой вопрос если я верно помню если она кого-то сделал с моей цели отмеченной я по ней могу бить как по сыну с бонусом за смайт верно иду конца до конца жизни этой цели либо моей была с у нас от лерта еще работает да он 10 раундов длится до конца жизни мы пока не смотрите что-то другого ну тогда витарио все-таки собирается с духом возносит молитву леди цветов прекрасный шелин чтобы она направила в его руку 100 и я такую того самого демона который между мной и аркуцио окей давай отлично это без precision демоджа 19 урона что я могу сказать то что так леди цветов направляет твою руку и ты можешь даже сказать как ты это сделал блин ну галифа загорается таким светом немножко такого радужного разноцветного сияния она в общем и удар снизу вверх протыкает буквально демона в районе как раз горло и глифа выходит как раз другой стороны там где как раз начинаются рога так а вот теперь интересный вопрос если это не исчезают не исчезают да ну чтож несмотря на то что спрятильный удар это поразил одного из демонов что последний остался еще с вами alert витой у нас все-таки нормально пока что себя чувствует на но такой легкораненый кто-то в следующий после меня блин стол на так сказать вот так сказать пусть проведение с фразом будет с тобой и прикасается с этими словами блин спасибо и после этого ну наверно вот отходит вот так все таки ладно ну что я тогда самое с осознанием того что я могу то что я тебя его порт от него я встаю во фланг я тебе даю порт от него да но ему критически не вести не повело на кубах вот и славно так сожалению у меня больше него не волшебная глифа не глифа книга однако теперь вместо этого у меня будет гайденс и поэтому моя сад со флангом с этим со своей теперь присайсникой буду бить этого демона давай 24 потому что с этой сгадится ты попал так но это просто колд дайрон так мы это минус 3 так но он найти уже тяжело ранен айрис айрис будет стрелять из палочки ну соответственно эти садки будет брать бас демонов иди что он оказался в кружении делать шаг сюда и врубается в бримстоуна и 5 единиц урона так аркутсова решать что кто и другой добьет этого демона и культисту этого хватает басар басар пользуясь тем что тут прямая выходит наконец на оперативный простор и заваленной трупами да уж действительно и пытается выстрелить в последнего оставшегося демона используя прочную стрелу отлично да попадает это 5 урона и тема на пас демона еще не все но тогда виктория подходит и пытается завершить ну я думаю ты самая завершил его правильно не подтвердил я думаю но 14 урона 14 урона да и мастер вопрос 14 урона хватает этому демону он пишет ну что похоже что мы достигли птической массы уже даже железо не вывозит этот а мы вывезли крит крит там но не подтвержденный но я думаю на этом можно закончить на сегодня это веселая нотина это еще немножечко по наше наш угол какая жесть а